и иным людям. Например, это как можно сравнить с моделями телефонов или с моделями камер и так дальше. Камер-то много, но есть вот одна модель. Телефонов-то много, но по тем или иным параметрам мы выбираем. Я был в курсе, не изучал, но знаком с этим вопросом, зная, что нужно правильно проговаривать звуки, осознанно проговаривать. И знаю, что звук взаимодействует с нашими ДНК. Здесь просто еще можно вернуться к смыслу. Вот это первое слово, оно такое длинное и страшное для многих людей покажется. Какое оно? Первое, первое вот. Сейчас чем-то буду отделять, чтобы... Сейчас, сейчас, сейчас... Первое слово мантра. Для многих людей оно кажется страшным. В каком смысле, что большой и какой они сочетаются? Да, здесь идея, философская концепция этого слова, это проявление истинно-речения через витки времени по воле Всевышнего для наполнения жизнетворящей энергией всего окружающего. Ух ты, здорово. Ну, если изучать буквицу, это станет вообще ясно. Освобождение методом очищения методом направления высшей сферы. Сие, то есть то, что мы видим в свете солнца или в свете знаний. Допустим, у англичан есть такая штука, как зэ. Они все говорят там. Зэ тейбл, зэ пэн и так дальше. Зэ происходит от древнеарийского си, то есть это, сие. В свете солнцем это есть. Вот Всевышний сияет, сяет. И в свете его сяева мы видим, что происходит. Истинно-дательная, истинно-утвердительная, высшая сила Всевышнего. Добро, которое так или иначе связанное с арэвачами. Медитативная направленность на уважение, почтение и познание того или иного объекта. Ну, шана, то есть, в украинском языке очень хорошо образ до сих пор живёт. Речения духовных, не относящихся к материи, но так или иначе постигаемых знаний. Веды в естественном проявлении. Божественная природа. И вообще, натора, натура, если мы берём не только древнеарийский язык, а и происходящее от него, то в английском языке натура – это природа. Ну, божественная природа. И имелось в виду, как божественная природа, но не взвелось до идей просто природа, как деревца, кусты и зверюшки. Надра, недра. То есть, глубины там, все или иные. Не только недра в плане, там, где уголь, а вообще в плане всего. Величайшее пространство. Ан – это Бог пространства, Мага – это что-то огромное, что-то могущественное. Или сила пространства. Алве или Алле, Аве в разных языках, как оно разошлось. То есть, как бы, ясное проявление вестей, то есть, духовных снова знаний. Всё, что пронизывается светом Всевышнего. Источник Всевышний, источник мироздания. Ну и снова Шана, как бы, источнику мироздания, и всему выше перечислено. И, кстати, 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 с вот этой штукой, первой, которая связана с витками времени, идёт и наставление, которое астрологией высчитывается. То есть, нельзя нарушать те или иные порядки времени. Ну, имеется в виду, не путешествие во времени, его сейчас не умеют люди делать. Так вот, не путешествие во времени имеется в виду, а просто витки времени. Допустим, порядок дня, порядок годовых празднец, порядок тех или иных жизненных действий. То есть, чтобы быть в ключе вот этих последовательностей. То есть, даже само слово «делать вовремя» означает «в нужное время», «во время». Вот здесь это имеется в виду, что нужно изучать природу времени и делать то, что нужно в соответствии с временами дня, временами года, временами жизни, ну и так дальше. Ну, праздники, всё. Да, да, да. И праздники, и распорядок дня, и много чего другого. Ну, если коротко, то так. То есть, это нужно вводить в свою жизнь, чтобы оно присутствовало. Я заставлять не собираюсь. Не-не, я понял. Ну, астрология вот предписана. Кому-то предписано там почаще контактировать с водой. Вот предыдущий человек, которому я высчитывал, ему написано, почаще нужно контактировать с водой. Бога виднее, как бы. А здесь, получается, нужно соблюдать и чтить, и чтить, получается, лично, вот в своём мире, периодичность, временные циклы, праздников, все связанных с родовыми праздниками. Ну, да, да. Самое последнее, что здесь… Собственно, я вот и в себе это чувствую. Самое последнее, что здесь идёт, это то, что называется Накшатра. То есть, определённые порядки символов. Вот это, да? Да. И я здесь… Там не было уточнено, какие именно Накшатры выбрать. То есть, как бы, любые теоретические… Накшатра – это символика? Нет, Накшатра – это определённый божественный порядок. И в санскрите, в индуизме Накшатра означает созвездие. В ведическом же языке Накшатра обозначает вот именно порядок тех или иных символов или проявлений Всевышнего. Здесь я предоставляю первое. Это развернутая версия руны Кси, которую реконструировали на основании древних прототипов. Руна Рахманской традиции дальше. И тамга, которую я разработал для того, чтобы те, кто, соответственно, изучают то, что я даю, ну, через меня и через моего учителя, и через его предшественников присоединялись и получали благодать Всевышнего и направлялись. Это так… как правильно называется? Вот, это развернутая версия руны Кси, руна духовного развития. Это руна Рахманской традиции. Это читается как Кси, это читается как Ратра. Вот верхняя вот эта звёздочка Р, крест мечеобразный А, стрелочка вверх Т, опять звёздочка Р, опять крест А, Ратра. Дальше молния С, А, здесь буквица Гай, буквица А, буквица С, снова стрелка вверх, опять руна Т, и опять мечеобразный крест А. То есть, Рахманская традиция с Агастом. Ну, руна, которая используется Рахманской традицией, обозначает идею Рахманской традиции и, в общем-то, помогает настроиться на нужную волну. Я не настаиваю, можно выбрать любой из других подобных объектов и на него медитировать. Ну, вот я просто предоставил те, что как бы есть. Ну, которые соответствуют, да, связанные с моими датами. Они не связаны. Астрологии просто предписано, что можно, вернее, нужно медитировать на один из таких знаков, на таких знаков моря. А как на них медитировать, мне расскажите. Ну, как сосредотачиваться? Медитация означает... То есть, смотреть визуально, да, и этот образ переводить в свой внутренний взгляд. Угу. Медитация означает сосредоточение. Ну, допустим, вот здесь конкретно можно постигать проявление Всевышнего. То есть, вот в начале Всевышний, Он своей истиной утверждает, Всевышний, истинно, твердо, опять знак Всевышнего. То есть, Всевышний как бы своей истинной силой утверждает или свои знания, или путь к себе, или своё дальнейшее проявление, или что-то, что с ним связано, или как-то, или что-то в таком духе. Дальше. Нисходит Божественная Сила для того, чтобы передать жизнедающие энергии. Снова нисходит для того, чтобы утвердить арэвачей в контексте пути вверх духовного развития. Вот центральная вот эта ось. Ну, если коротко. Вот здесь вообще в Руни Кси вообще всё намного интереснее. Здесь три единства, двуединства, четыре единства. Здесь знаки Всевышнего, проявления Всевышнего, Белобоги, Чернобог и много другой важной символики заключено. Тамга, которая, соответственно, будет благословлять каждого из тех, кто у меня учится и следует ведической традиции, она, естественно, как бы через меня, через моего учителя тоже передаёт определённые энергии при медитации на неё. Она состоит из разных особенностей, в принципе, героидических элементов династии Рюриковичей. Ну и плюс некоторые элементы, указывающие на некоторые другие знания. Но можно выбрать любой подобный элемент. Можно как-то его перенести на одежду или на браслет, да, чтобы было ставить... На одежду, на браслет, заставку компьютера, телефона, что угодно. Здесь уже только ограничивается фантазией и благочестивостью человека. Конечно, на унитазе это... Если человек хочет в пекло поскорее, ну тогда можно. Ну а так, как бы... Ну я вижу у вас на руках, вот, ну если другой одежде подряд какой-то есть... Ну и на руках я иногда использую, и на телефоне на заставке, и на компьютере на заставке. Я много где-то использую, но здесь ещё важно... Есть недалеко здесь одна живёт, которая теоретически считает себя тоже последовательницей, как бы, ведической традиции. Она в своё время у меня попросила так, чтобы у неё были изображения всех богов. Изображения Всевышнего в основных проявлениях, изображения Рады, знаки богов, там, символы, которые она тоже носит, всякое такое. Но, как получается, она вот думает, что она вот себе там всего этого накидала дома, и вот это само собой существует, и ей от этого будет счастье. Ну как бы тогда, как бы... Это хорошо, то есть, если бы она черепов себе накидала домой, это было бы хуже. Ведическая символика, она передаёт ведическое знание, поэтому даже исходя из идеи, что если вдруг её квартира сохранится, и археологи её откопают, то если среди них кто-то будет разумный, то изучая изображение богов, возможно, у того археолога мозги в нужном направлении переклиняться. Но, вот для её развития было бы лучше конкретно медитировать на, допустим, один образ Всевышнего, но конкретно медитировать. Не поставить такую вот полку, где там их куча, и где она даже иногда забывает, кто из них кто. Ну да, для неё, индивидуально. Ага, чтобы конкретно на одно изображение медитировать, но до каждой полоски, до каждой линии знать всю его символику. Потому что изображения богов, они не просто так. Есть каноны, где описано, сколько рысочек в том или ином. Вот борода иногда, если изображение маленькое, она просто моделируется порезами такими по дереву. Их тоже должно быть определённое число. И определённое из них число должно пересекаться, а другие не должны пересекаться. Если как бы нарушено, сжигается заготовка. Есть чётко регламентированное. Да, и это не просто так. Это регламентировано не для того, чтобы священнослужителей помучать, чтобы они, как идиоты, эти все заморочки считали. А это для того, что каждая вот эта полоска, она обозначает или сына. Допустим, вот у Велеса каждый волосок на его бороде обозначает одного из его сыновей. Основных. Но тоже описывается, или мы изображаем Велеса, когда он с короной, или мы изображаем Велеса с топором, или другая форма Велеса. И от этого, допустим, у него может быть разное число этих волосков, просто из-за размера самих изображений. Таким путём мы упоминаем или всех его сыновей, если статуя где-то такого размера. Там как раз 400... Я понимаю. Человек, который знаком с ведами, он смотрит на изображение Велеса и видит всю соответствующую присущую нему информацию, которую основное нужно знать. Хоть боги часто рождались у разных родителей, в разных семьях это разное, но как бы всё-таки за каждым из богов есть тот или иной его сын, тот или его отец. У Велеса, вот божественных, вот конкретных, которые во Вселенной с ним, это 457 сыновей. Поэтому на большом его изображении моделируется, соответственно... Если добавишь одну полоску, она уже будет искажать полноту той информации, которая присуща. Если мы, допустим, делаем самое маленькое изображение, то там, соответственно, 31 его сын. Это самые такие отличившиеся. Есть варианты... Ничего лишнего не было. ...малюсенького изображения Велеса, которое носится на шее. Так там всего лишь... Ну, там борода вообще еле видна. И там это руническими символами промоделирован символ Велеса. Но там всё равно сбоку есть одна отметина, обозначающая Индру, как его главного сына. На большем уже знаке есть отметины из Агеракелыша ещё. Но обозначено, что это пресечённая ветвь. В общем, нужно разобрать для себя информационно-образные характеристики каждого знака и медиа. И для того, чтобы люди, которые сидят рядом со мной, общаются, видели некоторую символику. Иногда, да, огромное количество её используют, чуть ли не на всех конечностях. Но мне вообще никакая символика из визуальной, в принципе, вообще не нужна. Потому что есть символы, даже высчитывая астрологию, я так или иначе снова встречаюсь с этими символами. И в памяти у меня их много сохранено, как бы. То есть я могу пользоваться даже чисто тем, что есть в памяти. Хоть иногда вспомогаю и, допустим, с заставкой на телефоне или ещё чем-то таким. Даже визуальная память развивается, да? Если ты видишь часто эти образы, ты уже знаешь каждую черточку и что она означает. Так вот, с символикой как? С одной стороны, это хорошо. И чем больше символики, тем лучше. Но с другой стороны, когда человек просто обвешался с символикой и думает, что он будет жрать мясо, сношаться и так далее и тому подобное. А символы будут его очищать, символы будут его там куда-то везти. Но символы, может, его приведут к тому, что у него атрофируется член и загниются кишки. Ну, чтобы он дальше не деградировал. Чтобы он обратил внимание истинное на эту символику. Или чтобы обратил внимание, или если боги решат, что уже не подлежит, то чтобы переродился там или как. Но здесь в любом случае ряды предписывают 9 основных законов духовного развития. Ну да, проблема с тем, что большинству не хочется им следоваться. Вот я сейчас домонтировал третью часть видео. Там и о наших институтских эзотериков. Ну, просто Жанна наша сказала, давай выступай, типа. А я и особую тему не готовил, чтобы им рассказывать. Да и что им рассказывать, я им уже тысячу раз рассказывал. И о том, как я начал изучать, и что я изучил, и что я не изучил. Ну, короче, много чего. У вас большая группа в институте, да? Ну, не то, что большая, но по-разному тоже собираются. Человек 20-30? И 40, и 50, и 2 может собраться. А, то есть, я вообще хотел узнать, какой у вас график, обучение, вообще что-то вот из этого. Разные. Усиленное. Объясняю. В позу прошлом году я дал объявление на радио «Гармония мира». Есть, в принципе, на моём канале «Дух славян» запись нашего эфира. Дабы... Ну, там присутствует как бы и музыка, и голос ведущей. Поэтому я не знал, там, вдруг кто-то там чего-то будет доставать меня. Потому что одно время к моим каналам начали придираться, придумывая, что у меня нарушение авторских прав. Это не администрация Ютуба, а это просто враги мои. Ну, враги духовного развития, которые есть. Они начали писать Ютубу, что у меня там нарушение, нарушение, нарушение. Поэтому я вот саму запись эфира выложил на канале «Дух славян», который экспериментальный. А то же, в принципе, что я говорил в том эфире, я изложил в записи самоосознание, практическое самоосознание, главное, науковед. Она на моём главном канале присутствует. Ну, как бы, в принципе, можно ознакомиться или с теми, или с тем, или с обоими. Короче, это то, когда в 2014 году я дал объявление, что люди приходите, и вот непосредственно занятие кафедры ведической культуры. Ну, как сочетается? Возьму эти счета, которые Жанна Витисова, прийду и скажу, вот вам, выдавайте квитанцию Ироды, и всё. Всё это второстепенно, но тоже имеет место. Поэтому вот, возвращаемся к данным. Вы, в принципе, прошлись почти. Ну, практически прошлись, но с идеей медитации мы практически не прошлись. Так вот, с медитацией у людей сейчас хуже всего. И даже те, что годами изучают, часто они… Ну, потому что люди… Нынешняя вообще, если разбираться цивилизация, сделана в том, что люди не мыслят, люди не сосредотачиваются. Возьмём нынешнее кино. На чём оно? На бегающей, прыгающей, стреляющей, взрывающейся, трахающейся картинки. И на разных звуках, которые тоже в разнобой разводят сознание. Больше того, я ещё, записывая видео на тему разных фильмов, заметил, что люди часто говорят, «О, ты нам проспойлерил весь фильм». Я такой думал, что это они за бред придумали? Оказывается, у нынешних людей есть такая дебилизма, по которой они считают, что перед просмотром фильма им нельзя ничего знать о фильме. Что, интерес падает? Потому что если они уже знают сюжет, то да, у них падает интерес и неинтересно смотреться. Ну, интерес только к сюжету, а не к игре актёрову, видимо, да? Ну, то есть, как раз получается, что они не могут осмыслять. Им вот, если в первый раз они картинку эту прыгающую посмотрят, им интересно. А если, допустим, сначала знать сюжет, потом вот смотреть фильм, анализировать, какие там что, где, как, они никто это не делают. То есть, в нынешнем, как это большинство использует, то фильмы, сериалы, музыка и большая часть интернета, 99,99% интернета, это чисто средство развлечения ума. Что такое развлечение, известно или не очень? Развлечение ума, ну, это то, что отвлекает, на самом деле, ум. Ну, отвлечение — это отвлечение. А вообще, влечение — это тяжение, условно говоря. Ну, тяжение, оно может осуществляться само по себе, вот как притяжение к земле. А привлечение, оно осуществляется кем-то. Причём это может быть несознательно, как привлечение, там, мужчины к женщине и наоборот. И может быть привлечение сознательно, как привлечение работниками милиции, преступника к ответственности. Потому что влечь — это означает тащить, притягивать. Ну, на древнеславянском языке, отчасти сохранившимся в современных языках. Развлечь — это значит растянуть, это значит разбросать, рассыпать, в разные стороны, распорошить, изничтожить сознание. Вот у нас есть какая-то, допустим, направленность мышления. И развлечь — это разбить. Другая часть есть в системах нынешних, компьютерных. Прекрасная штука называется «дефрагментация диска». Известно, что это? Ну, да. Известно, почему опасна фрагментация? Фрагментация замедляет процесс выполнения программы. Прекрасно. Как это всё происходит? Известно или нет? А фрагментация или дефрагментация? Ну, вообще, как работает жёсткий диск? Ну, да. Для него есть свой язык, который он распознает. Ладно, объясню коротко. Жёсткий диск — это такая, ну, как это воспринимается? Это такая металлическая коробка, которая стоит в компьютере. Но если разобраться, в этой металлической коробке есть металлические диски. Над ними есть подобие иголки, вот, как у старых проигрывателей, которые с пластинки читают данные. Вот подобие такой же иголки есть в жёстком диске. Или даже несколько таких иголок. Они читают информацию с этих дисков. И вот диск включается. Мы, допустим, записываем на него любую информацию. Информация кидается произвольно в разные сектора этого диска. Соответственно, поскольку информация в разных секторах никак не соединена, то при нашем обращении к ярлыку какого-то файла, система ищет куски этого файла в разных частях диска. Что, естественно, занимает время, что, естественно, замедляет работу системы. Поэтому лучше дефрагментировать. Процесс развлечения ума – это в точности обратный процесс. Когда, наоборот, осуществляется фрагментация ума. Фрагментация знаний. И если вот в ключе дефрагментации ума, то мы всё, что делаем, должно быть подчинено главной нашей цели. Вот какая наша цель. Мы цель выбираем, и мы можем выбрать главную цель. Мы можем выбрать цель на год, цель на день, цель на час. Вот если моя цель вот сейчас, допустим, передать те или иные ведические знания, разъяснить, объяснить и так дальше, записать, чтобы потом выложить, чтобы другие, кому лень, допустим, до меня добраться, ознакомились, чтобы непосредственно вы ознакомились потом с записью. И так дальше. Это главная цель, естественно, сейчас. Исходя из которой, вот я объясняю, ну и делаю другие действия. Главная цель на жизнь моя – это служение Всевышнему, но как часть или даже как одна из главных частей этой цели – это изучение вед. Ну, вообще изучение знаний. То есть дебилы в интернете считают, что я вот, как христиане фанатею от Библии, что я вот фанатею так от нескольких книжечек. Потому что дебилы в интернете знают только несколько книжечек Хиневича под названием «Славяно-арийские веды». На самом деле, само понятие веды означает знание. То есть, как некоторые говорят, ну, веды – это же там всего лишь немножко, а вот там… А где немножко? Веды – это знание про всё. И в ведах, вот тех, которые сохранены, будь то Вересова книга, будь то поучение Саагаста, будь то ведаотворение или любой другой текст, в нём коротко, ясно и заархивировано даются ключи ко всему. Например, в руне рахманской традиции её можно считать как логотип рахманской традиции. Вот в древности вот эта руна, она ставилась на ритуальную утварь, она ставилась на священные знаки, она ставилась на изображение богов, она ставилась… Некоторые себе делали… Ну, это неправильно, но некоторые делали себе татуировку вдоль позвоночника. То есть, бревались волосы сзади, делалась вот… Первая вот эта верхняя руна рана делалась сзади на голове, и вот конец этой палки соответствовал копчику. Вот такая татуировка на всю спину. Копчик. Ну… Ну, от головы к копчику. Вот конец её… Вот конец вот этой линии соответствовал копчику непосредственно. Она есть позвоночный столб. Да, то есть вдоль позвоночного столба наносился знак. Руну использовали многократно. И с одной стороны, можно сказать, что это просто логотип. Ну, просто, чтобы обозначить приверженность той или иной системе. Но с другой стороны, в этом логотипе заключена вся идея духовного развития, и именно идея того, как знание, как культура, как возможность развиваться, проникает в материальный мир. Всевышний истину утверждает, ну, давая знание о себе и путь к себе. Всевышний, как верховный бог мироздания. Вот истина – это Веды. Он семь тысяч лет назад, допустим, воплотился как Саагаст и утвердил определенные наставления на нынешнее время. Ну, и дальше здесь тоже. Каждая здесь палка, вот, даже то, что конец этой линии соответствует этой линии. Здесь всё настолько идеально соединено, что лучше никак не придумать. И всё осмысленно. Вот это один из вариантов медитативного восприятия. Ещё раз возвращаясь к прошлой нашей беседе. Что такое медитация? Известно уже? Ну, вы сказали, это сосредоточение на образе, да? Да. И медитация – это просто эзотерики используют латинский термин. Я, как бы, и для общения с эзотериками, и для того, чтобы в интернете легче искали, использую это слово. Но это слово бессмысленно. Есть наше слово «сосредоточение». И медитация – это просто греческий, вернее, латинский аналог этого слова. «Меде» – тот же корень, что и «мид» в германских языках, или «медже» в славянском языке, означает «средина». Ну, вот «мидгард», допустим, в скандинавском языке – это срединный город, или срединно-ограждённая область. «Мид» снова от корня «медже». Почему «медже»? Потому что не было «д» и «ж». Ну, как они и были, но ещё была буквица «дзералу», которая звучала как «дз». И в древности не говорили «медже», говорили так, что оно звучало именно там не «д» и «ж», а именно вот это «дже» или «дзе». То есть, произношение между «дзе» и «дже» – звучание этого звука. Ну, соответственно, «медитация» – это вот направление в единый центр. Дефрагментация. Да. Это дефрагментация. Социального сознания. Если в общем, как медитативный склад ума, это дефрагментация всей имеющейся информации в рамках единой какой-то системы, чтобы это было упорядочено. Если берём, что касается какого-то знака, это тоже, с одной стороны, накопление, выяснение, выскрябывание, если надо, данных об этом явлении. С другой стороны, это соединение их и понимание, как они взаимодействуют. Вот есть разные ужасные примеры современных людей. И есть вот та самая зловещая Чупакабра, о которой я говорил. Бывшая ученица. Да, да. Она, с одной стороны, когда училась, она много чего быстро, как бы понимала всё, но глубинные какие-то нюансы она как раз не могла понять. И получалось, что, с одной стороны, я ей как бы основную идею-то давал всё равно, но я хотел, чтобы она сама эту идею дальше постигала. А она её не постигала, а потом слушала ту или иную запись моего занятия с кем-то другим и приходила в ужас, в ярость, в злость, в гнев и так дальше. Что я им вот рассказал что-то, а ей на протяжении стольких лет этого не рассказывал. Ну, я каждый раз думал, вот же несчастная зверюшка. Потому что, на самом деле, это я ей рассказал ещё годы назад. Просто я это не так сложил, как ей бы это сразу воспринялось. Но если бы она это осмыслила, то она бы это сама сложила. Дальше вот другой пример. Например, сейчас я уже доредактировал часть занятия, там, где рассказываю о том, как вообще мыслить относительно законов мироздания. С Митродатой там мы общаемся на тему кармы. И я ей там, вот как карма проявлена, допустим, в окружающем нас мире. Потому что если задуматься, то становится понятно, как проявлена. Но проблема в том, что я людям-то кидаю какие-то данные в сознание. Или там даю текст, где они могут с ними ознакомиться. Но люди не хотят вот как раз сосредотачиваться и думать об этом. Не хотят приводить в соответствие, дефрагментировать вот эти понятия данных, которые я дал, и которые есть в окружающей реальности. Потому что нужно так подумать. Так, карма, это что такое? Это причинно-следственная связь. Так, что причинно-следственная? Да всё у нас причинно-следственная. Любое действие и эмоции перед этим. Да, есть причина, есть следственная. Та или иная причина. На уровне человеческого ума, нечеловеческого ума, эмоций, неэмоций, физических элементов, всего. Даже на уровне атомов и молекул, у каждой из них есть свои параметры. И при взаимодействии они основываются на причинах, как их параметрах. То есть даже там карма есть. То есть таким путём, если бы просто не ждать, когда я разжую каждое слово, вот там вот, и буквально объясню все эти составляющие. А самим думать, как оно работает, то становится понятно, что карма всепроникающая. Поэтому вот и эзотерики об этом говорят, и это и в ведических, и в индейских текстах есть такие понятия, что карма всепроникающая. Карма повсюду, она полностью всё определяет и всё обуславливает. И для людей, которые не хотят задумываться, да они думают, да бред какой-то. Карма – это индусское понятие, там, что такое карма, мы не знаем, это такая штука, что мы страдать будем, там, индусы говорят, что хрюшкой переводимся. Ну это так, слабоумные люди. Потому что на самом деле нужно понять, что карма – это просто название закона причинно-следственной связи. Даже вот удобнее называться это маленьким словом «карма», которая к тому же древняя, которая к тому же достоверно отображает эту идею, чем длинная причинно-следственная связь. А юрист один, я ему это объяснял, о, следствие, над кем следствие, там, шо? Я говорю, да успокойся ты. Потому что снова, вот каждый ещё пытается из своих каких-то идей ненужные ассоциации присобачить. Допустим, в плане тонкого строения человека есть разные каналы. Канал на древнеарийском языке называется «нала». Отсюда даже слово «наливать», то есть, когда мы наполняем канал какой-то. И я очень хорошо запомнил, я проводил занятия для Чупакабры, для её сестры и одной их подруги. И я им рассказывал тонкое строение человека. А вот у её сестры, как я говорил, какое-то ведическое слово, у неё в сознании сразу срабатывала ассоциация с какой-то мерзопакостью. Когда мы разбирали вопрос о этих каналах, у неё возникла ассоциация с словом «нал», «наличка» в нынешнем, вот таком, примитивном, бедлячем языке и так дальше. Но это неправильные ассоциации. То есть, ассоциации должны быть, как они есть. Если мы разбираем ведические термины, мы должны пользоваться ведическими. То есть, с одной стороны, желательно свести все знания к одной идее, но с другой стороны, их нужно правильно свести. Потому что, к примеру, есть в интернете Фоменко-Носовский, тот же Чудинов, дальше Шемшук и целый ряд других, которые сводят неестественным путём данные. Ну, со своей интерпретацией, со своими искажениями. Они как раз вот не дефрагментируют, а они пытаются склеить… Или другой пример ещё приведём, что если у нас этот стол разобрать, допустим, то можно его собрать так, как он есть, а можно из него, не знаю, руду досок сложить. Это тоже будет как бы… Да, мы его соберём в определённый порядок, но не тот порядок, который для него естественный, в котором его можно использовать. Да, да. Поэтому нужно вот об этом думать, и это не значит, что нужно больше там как-то думать. Я вот, с одной стороны, понимаю, что нынешние люди думать о том, что нужно, не хотят, но на самом деле о разных дебилизмах они думают очень много и очень активно. Вот о дебилизмах как раз не надо думать. Нужно думать о том, о чём нужно. И если задача изучить Веды, то направиться на Веды, а допустим, как там, какую соседку, кто там любит или не любит, или что там у неё, там вообще это выкинуться. Да, я слежу за своими мыслями, за самим мыслительным процессом, который происходит внутри меня. Я разбираюсь, что мне надо, на что нужно обращать своё внимание, направлять своё внимание. Потому что я говорю, что я понимаю, на что внимание ты направляешь, что ты усиливаешь в своём личном, индивидуальном мире. И если, ну не если, а вот если мне интересно изучение Веды, я понимаю, что нужно побольше окружить своё личное пространство символикой, знаниями и тащить себя, тащить своё сознание. Я согласен. Подтаскивать, понимать, я знаю, что внимание в социуме, вернее, весь социум построен так, чтобы фрагментировать твоё знание, твоё внимание. И поэтому глаза там посмотрели на что-то, ну не просто отдался тому, на что ты смотришь, а смотришь, надо ли тебе это или не надо. Такая работа внутри меня, допустим, у всех есть. Можно разобраться с тем понятием, что внимание — это слово очень достаточно позднего происхождения. В древнеарийском языке было понятие «яно». Вот на современном языке максимально внятно это понятие перевести как проекция сознания во внимании. То есть это означает, что то, на чём мы сосредотачиваемся, там мы и есть, по сути дела. Мы там и есть. Да? Да. Проекция сознания на внимание. Во внимании. Во внимании. Да. Ну, да, хорошо разделять эти вещи, разотождествлять, вернее, видеть их с разных позиций. Ну, не отождествлять себя, ну, обычно человек отождествляет себя с телом и всё, что нужно для этого тела. Немножко яснее смотришь на мир, понимая, что ты находишься в теле. Ну, да. Тело — это тот сосуд, который ты можешь очистить. Сосуд, который даст тебе возможность яснее смотреть на… Ну, яснее он не даст возможность смотреть. Проектировать, да. Своё сознание на внимание, осознанно, да, вот выбирать. Это понятно. И над этим я и дело можно использовать. Над этим, конечно, нужно работать. И здесь вопрос, что я хочу сказать. Конечно, работа, работа внутри сознания, она всегда идёт. И, допустим, если поймал себя на том, что твои мысли, допустим, ушли в ту область, которая, допустим, тебе не нужна или не должна, ну, не даст тебе, допустим, духовного развития. А какая область не даст духовного развития? Ну, допустим, даже вот, ну, всё, что привлекает наше внимание. Я так, в среднем говорю, ну, любое там, ну, допустим, посмотрел на какой-то автомобиль, оцениваешь его с какой-то позиции, которая тебе интересна, рассматриваешь. Ты понимаешь, что, допустим, рассуждая об этом, можно, допустим, рассуждать о том, что, допустим, веды дают какое-то знание. Ну, вот, когда вот ничем не занимаешься, к примеру, да? Ну, да. Можно сознательно направлять своё внимание на те вещи, которые как-то приближены к ведам, тем самым ты больше закрепляешься и цементируешь, создаёшь себе основу, остров. Вот то, что мне вот интересно, вот построить внутри себя, вот именно стержень, остров, вокруг которого уже можно и наблюдать вокруг, что происходит, чтобы укрепиться в этом. Есть одно моё наблюдение такое. Я весной проводил, как бы, экскурсию по Одессе для одного последователя рахманской традиции, который в первый раз вообще в город выехал. Он в Полесье всю жизнь прожил в селе, сейчас уже 50 с лишним лет, то есть, как бы, Одесса для него и шумная, и такая, и сяка. И вот я ему, ну, по улицам просто его водил и заметил, что он постоянно что-то в блокноте отмечает. Я у него спросил, что же такое? Оказывается, он в блокноте отмечал, сколько раз ему нужно будет совершить те или иные аскезы, чтобы очиститься от того, что он увидел. Мне стало чуть-чуть интересно, а что же он такого увидел? Ну, например, там идём, одна афиша, там реклама алкоголя, там другая афиша, реклама, на которой женщина показана, ну, не голая, но, как бы, это возле Дерибасовской, там, где есть один магазин нижнего белья. Ну, и там на окнах, как бы. Да, полно, кругом всяких образов, которые вызывают соответствующие. То есть он, значит, соответственно, ходил и постоянно, я вот так не хожу, просто потому что, ну, иду, ну, изображена женщина, ну, и изображена, и шо? Не, ну, можно чувствовать соответствующее искушение, там, или мысль, которую, допустим, ты поймал, да, и сделать соответствующую аскезу. Ну, а какая мысль? Мысль о том, что на картинке изображена чья-то задница, и всё. Ну, да. Да, да. Ну, так, а задница, это биологическая особенность человеческого тела, она есть у всех. Да, ну, ты понимаешь, какие чакры, допустим, на какие чакры она оказывает воздействие, если ты это воздействие допускаешь, конечно. Ну, ты понимаешь, ну, шо вокруг, я понимаю, о чём вы говорите, конечно. Да, просто, я ещё замечал, что кришнеиды некоторые тоже, когда вот по городу ходят, ну, такие, не псевдо-кришнеиды, а именно практикующие кришнеиды. Это ещё много лет назад, там, я ходил с кришнеидами, кришнеид тоже чуть не умирал, когда что-то видел в витринах. Я на это стараюсь как-то смотреть, с одной стороны, и проще, и с другой стороны, ну, колбаса изображена, ну, и что? Я понимаю, что это кусок трупа. Я животных не убиваю, поэтому, как бы, мне за это никаких не мук совести, ничего такого нет. Там, с тем, кто животных едят, вот им страшно смотреть постоянно. Я многим эзотеричкам, эзотерикам пытаюсь показать запись бойни, они такие, не-не-не, мы это видеть не хотим, мы это знать не хотим. А я ещё стараюсь покрасивее рассказать. Я же в селе когда-то жил, знаю, как там этих животных разделывают, как живых подвешивают, как они визжат интересненько. И даже на этой неделе, в понедельник, у одной эзотерички был, она рассказала, что она для внука там приготовила кусок натуральной свинины. Вот она на базар ходила там. Натурально? Я ей говорю, да, там это так интересно, вот свиня, вот она ходила, была себе жива, здорова. Я говорю, вы когда-то свиней видели? Она такая, нет. Я говорю, ну вот у вас кот есть? Есть. Ну представьте, тоже такое же животное, как вы, как кот, который живёт своей жизнью, чем-то питается, с кем-то сношается, спит, ест, как бы опорожняется. Есть какие-то мысли свои тупые. Жила-жила, ему говорили, что его любят. Потом взяли, подвесили, заживо выпустили кровь из глотки, пока он кричал. Ну и потом начали резаться. А они же часто так и делают, чтобы заживо, чтобы сердце билось, чтобы оно кровь как бы выкачалось с тела. Ну я не знаю, может сейчас уже появились какие-то новые гиперпродвинутые методы. Это никто не перед этим значением. Очень жестоко относятся к животным. Они испытывают, я думаю, все муки и страдания. Это да. Но эзотеричка мне постоянно, да замолчи, да что ты мне это говоришь, да ещё приснится, да типун тебе на языке и так дальше. Я говорю, ну что такое, как бы вы мне похвастались тем, что вы делаете. Я же вас не запрещаю это делать, я просто чуть-чуть в развитии данной темы рассказываю о том, как это бывает. Как там эти глаза, исполненные болью смотрят на убийцу, как последний вздох заканчивается, ещё там конечности барахтаются. Да. Она же покраснела. При том, что пожилая уже женщина, всё, она там Жанны нашей старше, то есть и семьдесят чем-то лет. Но при этом как бы с одной стороны и совесть как бы мучает за это дело. С другой стороны, если бы я её кота там подвесил и начал резать, она бы наверное меня бы начала резать. Ну или по крайней мере постаралась бы остановить. А тут как некую такую нормальность воспринимает то, что животное убили зверски, ни за что причём. И нормально это продают и воспринимают как нечто такое вообще нормальное. Да, вот такая вот, если разобрать, как вот вы разобрали ситуацию с животными, как они попадают в виде колбаски на прилавки магазинам и с удовольствием по праздникам употребляются большинством населения. Если бы люди разобрали и осознали. Но это же мясо, это же пища, вот именно она и отнимает эту осознанность у людей. Она именно и блокирует эти каналы восприятия, понимания. Ну и да, и нет. С одной стороны, люди сами хотят себе это блокировать. И они дальше это добивают алкоголем, мясом и всем, чем могут. И да, это как снежный ком. С одной стороны, они сами дебилы тем, что они это начали делать. И чем они дальше это делают, они становятся всё дебильнее и дебильнее. Но остановиться никогда же не поздно и постараться сделать откат назад. Они никогда не идут вперёд, они просто по кругу бегают. Как вот я сравниваю, сам раньше употреблял алкоголь. Но это как день сурка. Ты пьёшь, знаешь, что это плохо, утром просыпаешься и перезагрузка этого же дня. Я не говорю про себя, а вообще по отношению к алкоголю. То же самое применимо и к еде. То есть здесь идёт комплекс, и ты ходишь просто по кругу, делаешь одно и то же. Но токсичность этих продуктов и присутствие их в твоём организме тебе не позволяют заглянуть за эту завесу, выйти. Ну и проблема в том, что люди не хотят снова сосредоточиться. Они не хотят дефрагментировать свою память. Они не хотят так. Там кто-то говорит, давай выпьем. Человек такой, ага, вчера я пил. Вот нос разбили, руку разбили, то разбили. Без денег остался. Не, я не буду пить, мог бы сказать. Ну если бы подумал. А он такой, о, да, сейчас выпьем. Ну друг же сказал. И получается, что человека отрезвляет, ну вернее пробуждает к пониманию, какие-то проблемы в жизни, какие-то травмы, ну или болезни, уже появившие вследствие такого неправа. Так большинство эзотериков именно таким путём не становятся на духовный путь, что у них или все родственники передохли, или они сами чуть не сдохли, или там уже так жилось, что лучше бы не жилось. И тогда они начинают. И вот меня часто спрашивают, а что тебя побудило, какая вот у тебя... Ну у меня другая ситуация, что я ещё в самом начале думал, зачем это вообще всё надо. То есть каждый день приходится просыпаться, что-то делать. Зачем? Мне без смысла зачем, в принципе, с самого начала этой жизни не было интересно вообще ничего делать. Ну или максимум до изучения ветв, всё, что я делал, типа так, ну ладно, и отстаньте, пошли вы уже. И думал, а зачем, а как, а что. То, ну без ведических знаний, несмотря на то, что я всё равно постоянно об этом думал, ну как бы не было возможности качественно откалибровать сознание, чтобы ясно как раз понимать, что происходит. Я раньше изучал, ну и сейчас тоже смотрю, транссерфинг, Вадим Зеланд. Ну и тоже брал аудиозаписи. Всё хорошо, там очень правильно всё пишется, там разбор, ну на практике того, как нужно наблюдать за мысленными процессами. Ну и там, как всегда, всех интересует цель и результат того, что ты изучаешь и как это практикуется. Ну вот и тоже постановка целей, да, к примеру, там найти свою цель. Ну вот тоже я всё понимаю, всё хорошо, всё хорошо, ну как бы собирает тебя, транссерфинг, всё мотивирует. Ну вот цель, я, что-нибудь такое по мелочам, конечно, оно всё работает, всё действует, если при правильном настрое, при правильном мышлении реально становится управляемым. Но такой жизнеопределяющей цели, мотивирующей, как-то вот не находятся. Какие-то материальные блага, вот я работаю уже, допустим, 16 лет, катаюсь так по маршруту. Я к чему говорю, вот цель на жизнь найти и, вернее, на мелкие цели, на мелкие интересные, ну как-то особо не мотивирует. Я сказал, так большинство людей, по мелочам им легко что-то сделать, а вот глобальное не хочется. Но ведь цель нашего воплощения, в первую очередь, познать кто мы. Наоборот, мелочь не интересует, я вот себя не вижу, допустим, ну была у меня вот семья, к примеру, ну это отдельный вопрос, да, была машина, ну и была, есть возможность там, допустим, что-то ещё там, к чему-то стремиться, но меня она что-то вот не мотивирует. Хорошо, такая цель, как самоосознание, самосовершенствование, совершенствование человечества подходит? Ну это вот единственное, что меня как-то, как раз и интересно, когда вот... Я даже хочу объяснить, почему эта цель жизненно необходима, потому что при перерождении в дальнейшем нам придётся снова здесь рождаться. И от того, как бы, в каком крючачьем состоянии будет человечество, зависит, в каком состоянии будем мы. Это ж понятно? Ну... А нынешнее человечество, оно в страшной инволюции. Я советую посмотреть Белова, допустим. Белов, ну, я тоже с ним далеко не во всём согласен. Наверное, я больше с ним не согласен, чем с согласен. Он на какие темы? Инволюция. Не, он смотрит, какие темы ведёт? Инволюция. Инволюция. Да. Это его основная тема. Поэтому я, когда его слушаю, несколько вообще, как бы, непонятная его позиция. Но, с другой стороны, что интересно, что я одной эзотерички посоветовал его слушать. Через полчаса она позвонила мне и орала просто в трубку, что я ей за дебилов подкидываю и так дальше. Я смотрю, у него, в принципе, тоже небольшие аудитории собираются, просмотров не так много. Но проблема в том, что людям не хочется знать про инволюцию. А вот Дарвин и эзотерики нынешние, они подкинули человечеству очень такую заманчивую идею. Дарвин с биологической точки зрения, эзотерики с мистической точки зрения. О том, что есть просто развитие всего, постоянное. В рамках чего, допустим, материалисты считают, ну, какая разница, как мы хрюшничаем. Всё равно, естественный отбор на следующее поколение выберет лучших, всё равно эволюция есть. Эзотерики думают, какая разница, как мы хрюшничаем. Всё равно звёзды нас перенесут квантовым переходом в новое будущее Земли, там, седьмая раса, шестая раса, там. Ну, в зависимости от конкретной эзотерической бредятины, кто-то придумывает седьмую, кто-то шестую, кто-то десятую расу. Главное – позитивный настрой. Да. Но при этом как? Позитивный настрой. Мясо поели, водкой запили, детки хрюшки, пара хрюшка, всё дегенерация с деградацией. И всё это туда в глубокие, тёмные уголочки засунули, потом разберем. Но думают, что эволюция их какая-либо вынесет на волне так. Белов, он предоставляет реальные знания. Белов как раз без тенденциозности вот этой. У него тенденциозность есть, но я чуть позже об этом скажу. Белов предоставляет реальные знания. Смотрим строение человека, строение животного. У животных есть целая куча признаков, которые им не свойственны. Вот если предположить, что от животного эти анатомические части развивались до человека, бредятина возникает какая. Если предположить, что этот человек постепенно стал на четверенке и как раз в меру приспособления к окружающей среде занял свою экологическую нишу, сожрав предыдущих хищников или заменив предыдущих травоядных, которые в этой нише находились, то тогда как бы становится понятно. Допустим, у дельфинов есть целая куча рудиментарных, ну допустим, даже строения таза того же самого. Им не надо. У них ног нет. У обезьян и у многих других есть, ну просто элементы, вот как у человека, просто они или поставлены на четвереньки, или как-то извращены. Допустим, у человека большой палец прирощен к руке, у некоторых он как бы оторван. И просто видно, что реально на каком-то этапе развития связки, которые здесь находятся, перестали существовать. То есть они были, но перестали существовать. Не то, что они у человека возникли из ниоткуда, а они у них перестали существовать. То есть то, что нынешних людей окружают многие животные, предки которых также были людьми, я считаю это фактом. Однозначным фактом, если смотреть не с точки зрения, что нам нравится, а с точки зрения того, что есть. Можно сказать, что прежние воплощения, эти животные имели человеческое тело? Это другой вопрос. Я конкретно за биологический вид. Биология обезьяны – это деградировавшие люди просто. Можно взять нынешний горилл и отследить их до австралопитеков. Причём австралопитеки есть ранние, которые более человекообразные, есть более поздние, которые более деградационные. И в принципе, если мы выстраиваем линию австралопитек, поздний австралопитек горилла, линия выстраивается. Вот в чём дело. А человеческие останки находят и 7 миллионов лет, более ранние свидетельства ещё раньше. А ещё тот же Белов ссылается на труды Ефремова. Я почитал немного того же Ефремова. Ефремов объясняет как раз, почему реально сейчас не находят скелетов людей, которым 300 миллионов лет, допустим. Просто их не могут находить. Просто сами как бы останки сохраняются в таких местностях, это прибрежные регионы, допустим. То есть, сохраняется вот та живность, которая жила в прибрежных регионах и в воде. Всё, что жило на суше, оно не сохраняется. Таким путём, вот когда говорят, что 300 миллионов лет на земле жили там те или иные динозавры, это касательно только морей и прибрежных регионов. Реально, если по археологическим данным, то, вернее, это даже не совсем археология, это палеология, палеонтология, вот если по этим данным ковыряться, то реально есть просто белое пятно, огромное белое пятно, и неизвестно, кто жили в лесах, были ли эти леса. Наверное, были, потому что эпизодически что-то находят. Кроме того, у историков ещё есть как бы система оцениваний. То есть, они уже заранее, если находят останки человека, они их стараются приписать к тем датам, которые по их воззрению соответствуют возникновению человека. Которые соответствуют официальной науке ещё, они тоже это приятны. Да, да, да. Даже если анализ не соответствует той эпохе, они берут приблизительно так, чтобы укладывалось в понятия. Если факты не укладываются в ту или иную парадигму, тем хуже для факта. Поэтому люди, согласно ведом, люди вот именно эволюционировали на предыдущей земле. Потом, в ходе войны богов и демонов, предыдущая земля была уничтожена, люди были сохранены, и на этой земле уже случилась такая несколько искажённая эволюция. С одной стороны, и эволюция была запущена, с другой стороны, и люди, пытаясь подкорректировать эту эволюцию, периодически вылазя со своих ковчегов на землю и пытаясь здесь вывести животных, которые у них там были, и так дальше, они эту эволюцию несколько сбили. Естественную эволюцию второй земли, ну, нашей земли. Поэтому, с точки зрения вед, есть и эволюция, и есть тенденция инволюции. И в ведах есть указание, что после каждой кали-юги, четвёртой доли, или как бы глобальной зимы, на земле появляется новый вид животных. Это конкретно вот в ведах описано. И белов, если как бы не тоже, не создавать слишком тенденциозную идею из его исследований, когда он вообще говорит, что изначально были только люди, и от них все возникли. Это будет неправильно. И это будет тоже не соответствовать находкам реальным. И ведом не будет соответствовать. Ведом соответствует следующее, что да, на предыдущей земле боги так запустили биологические процессы на планете, чтобы была создана флора и фауна, и венец как бы человек. На этой земле, с одной стороны, были люди с ковчегов, которые понемногу расселялись, с другой стороны, опять же, природные процессы боги запускали. Но после каждой кали-юги та или иная человеческая популяция, или даже несколько таковых, деградировали и становились обезьянами, парнокопытными, хищниками и так далее. То есть можно предположить, ну не предположить, а сделать вывод, что теперешняя флора и фауна, которая заселена, это причинно-следственная связь предыдущих их, скажем так, воплощений, которые они прожили. Я сейчас воплощений вообще не совсем трогаю. Я говорю чисто за биологические виды. Что просто та популяция людей, которая в кали-югу деградирует, она постепенно теряет человеческие черты вообще. Сначала духовные, а потом и биологические. Вот, например, нынешняя цивилизация, она вытягивает на паразитирование над технологиями. Появляются те или иные великие умы, которые делают изобретение, и остальные хрюшки просто паразитируют над этим. Я слышал Ваши расклад, мне очень понравилось. Это типы цивилизации. Да, это другое. Тантрическая, янтрическая и цивилизация мантры, которые используют мантры как средство, как… Но снова здесь важно понимать, что мантры – это не вот это то, что написано. Мантра – это процесс направления сознания к ра. А это всего лишь некая звуковая формула, которая отображает эту идею. Нет, я так и понял. Вот так же самое, как здесь написано «сварата», но это не значит, что нужно из серебра отлить слово «сварата» и повесить на шею. Это значит, что есть знак, который называется «сварата». Так же и мантра. Мантра – это название процесса, это вот все эти звуки, все эти понятия. Мантры, я понял. Повторяя их, нужно направляться туда. Всегда все включают. Поэтому цивилизация мантры – это цивилизация устремленных крах, можно сказать так. Да, обладающих физическими знаниями, всей полнотой. Да, обладающими осознанностью. Да, да. Так вот, поскольку у нынешней человеческой цивилизации в меру дровицких вкраплений, в меру других разных данных, в меру того, что у серых есть технологии, в меру этого всего, у нынешней цивилизации есть технологии. Но сознанием нынешняя цивилизация деградирует. Поэтому уже чем дальше, тем больше человечество становится зависимым от технологий и не способным их воспроизвести с нуля, допустим. И стоит случиться одной небольшой вспышке на Солнце, когда электричество будет обнулено временно, и факт, что удастся заново всё восстановить и запустить, уже я не уверен, кстати. Никто не уверен. Многие анализируют эти вещи. Какие-то такие небольшие колебания, которых сейчас, допустим, нет, но ожидаются, смотрят, что Земля растёт. Кстати, я хотел у вас спросить. Некоторые учёные в учёном мире, то, что я могу найти в интернете, обсуждают ту тему, что, допустим, атом водорода поменял свои характеристики. Там изменилась масса его состава, вернее, масса самого ядра, там орбиты, электроны поменяли какие-то орбиты. Но это, к примеру, даже есть какая-то статья в журнале Science, по-моему, это английский, который индикатор обсуждения. Я просто, мне не хватает... А водород — это составная часть молекулы воды, да, мы из воды состоим, и вот то, что Земля сейчас расширяется, поменялась вибрационную составляющую, это всё так и есть. Мне просто не хватает времени на эту тему, но я уже раз десять перечитывал официальные данные по химии и ведические данные. Просто ведическое восприятие химии, оно отличается. И нынешнее, допустим, по-нынешнему медь, купрум — это отдельный элемент. По-ведическому медь состоит из трёх элементов. У каждого есть своё название, своё определение. Дальше олово по-нынешнему — это тоже элемент. По-ведическому это целых семь элементов соединённых. Золото по-нынешнему аурум, то есть тоже элемент. Есть в периодическом таблице. По-ведическому это три элемента. Поэтому пока я как-то не могу найти переходники между ведическим обозначением природных элементов и нынешним обозначением природных элементов. Но мне тоже, наверное, нужен лучше всего, чтобы какой-то учёный, который непосредственно этим занимается, чтобы он взялся за это. Я не могу всё сделать. Вот я с языком много чего смог понять, могу это объяснить, как языки переходили. С химией — ну не могу. Я не представляю, как это сделать. Здесь совсем другие представления вообще о базовом устройстве материи. Ну как бы не совсем другие. Есть знания об атомах. Есть знания о том, что там они крутятся, всё это дело. Но есть знания и о других элементах, которых я просто аналоги в нынешней науке не нахожу. В ветах есть понятие, что у каждого элемента есть ещё свои разные витки, на протяжении которых элемент меняет особенности. Поэтому с ведической точки зрения нормально, что... Как и допустимо, да? Не то, что допустимо, а как бы и предписано. Ну как человек, как дерево, как земля, как всё. Ну да, обновляется. Но есть определённые колебания допустимые у каждого из элементов. Да, очень интересно. Кстати, вода — это 12 первых элементов. А по нынешнему всего лишь два получаются. А вот по языкам. Вот вы тоже советуете изучать наш язык. Понятно, поломанный, сокращённый многократно. Его полнота отображается только в каком варианте? Велесова книга «Тексты. Ответ». Причём Велесовой книге он немножко специально ужатый. Харуген, который её писал, он старался для будущих поколений. Он знал, что люди в будущем чуть-чуть, даже не чуть-чуть, а деграднут. Поэтому он и не использовал слишком много знаков, и старался использовать одни и те же слова, чтобы просто максимально легко её было расшифровать. Велесова книга. Ну вот в этом знаке, знак Ратра. Да, Ратра Саагастра. Он состоит из множества сочетаемых знаков, символов, которые каждый имеет своё значение, образное значение, и каждый из них в отдельности можно, ну и значение я имею в виду, посмотреть где. Естественно. Где? В тексте, где описаны руны. Ага. В тексте, где описаны, есть у вас, да, на страничке? Нет. Нет? Ну он большой, и там много разных знаков. Пока вот с тем, чтобы выкладывать тексты в интернет, не особо хорошо получается, потому что здесь тоже нужен какой-то специалист, который разработает, как это сделать. Получается, если картинки выкладываются, просто сканы страниц, это имеет одни проблемы. Если выкладывать вордовским документом, это имеет другие проблемы. Ну ясно. Я не хочу так отвлекать вас. У меня пока есть литература, что я вот у вас взял. Я её прочту. Да, поэтому я предлагаю, если есть ещё что сегодня доуточнять, я пойду. Да, я не буду вас задерживать, конечно. В принципе, у меня ещё полчаса с гарантией есть. Да, точно. У меня действительно, вот я раньше никогда прогнозы не... Ну и сейчас особо не смотрю, но вот именно в вашей интерпретации, понятия, мне это интересно. Здесь просто есть ещё такие глюки, что вот сейчас можно любой журнал купить, там астрологический прогноз для кого? Там для каких-то тельцов, каких-то рыб, какой-то фигней. Но любой, даже начинающий астролог, объяснит, что это так не работает. Это любой астрологический расчёт каждого отдельно взятого человека это совещание, соотношение созвездий, Земли, планет, Солнца и так дальше. А каждый из нынешних знаков зодиака это месяц. Ну, один месяц. То есть, за все эти 30 дней состояние окружающих нас элементов, как планеты и звёзды, и Солнце, взаимовращение, взаиморасположение, поменялось даже не 30 раз. Оно меняется каждые несколько секунд. И ведические таблицы, они как раз дают возможность воссоздать состояние Солнечной системы на момент происшедшего. Ну, допустим, рождения. Или там смерти у кого что. Или там любого события. Если мы знаем его чёткую дату, то мы воссоздаём. Если с датой есть погрешности, вернее, с временем с чем-то, нужны там проверочные разные, как, допустим, даты родителей, допустим, или даты детей. И тогда мы берём дату одного человека и другого, и выстраиваем их в последовательности. Если последовательность есть, значит, ну, они могут быть друг другу отцом и сыном, допустим. А человек же предоставил данные своего отца, ну, значит, он обманывать теоретически-то не должен. Даже если там жена была неверна, всё равно, как вырастивший, всё равно у него будет некая связь. Хоть это тоже можно высчитать, если особо захотеть. А вот если, допустим, уже эта линия вообще никак не выстраивается, то тогда, значит, что-то не так. Когда, допустим, есть даты и отца, и матери, тогда выстраиваем с двух сторон. То есть, получается, треугольник. Выстраиваем между отцом и матерью. Они могли как-то совместиться или нет. Выстраиваем от них к ребёнку. Если здесь линия есть, если здесь линия есть, если здесь линия есть, элементы согласуются. Если нет, значит, ну, чего-то нет. Ну, понятно. Так, ну, хорошо. Очень интересно. Ну, он с вами общался действительно. Есть ведические тексты. Их нужно читать, осмыслять, и не только со мной общаться, а кому-то проповедовать. Этим мы и занимаемся, собственно. А кому-то проповедовать, обычно, люди долго не выдерживают общаться на такие темы. Два-три предложения, потом смотришь, взгляд ушёл, и чувствуешь, что всё. Ну, так это нормально. Ну, как бы нормально, это привычно. Ну, зомби. Привычно, да. Ведь почему настолько популярна идея с зомбями сейчас? Куча сериалов про зомбей. Кстати, действительно, очень интересный сериал «Мир дикого запада». Интересно, вот режиссёры, режиссёры и создатели фильма, они же, ну, они, ту, которую идею они несут, это понятно, открытым текстом показывают населению. Очнитесь и посмотрите на свою жизнь, как вот через сериал, да, там, более сжато по сериям, да, разобрать. Я вот не могу за них, как бы, отчитываться, но я знаю за некоторых украинских деятелей. Я общался, допустим, с одной создательницей одного шоу, которое крутится на телеканалах Украины, и она объяснила, что к ней конкретно пришли люди, которые сказали, что ей нужно вот такую, как бы основу сценария продвигать, иначе она останется без работы. Дальше она может навешать кучу своих всяких идей, как бы всё это выдать за своё и так дальше, и тому подобное, но основная их задача должна быть соблюдена. Задача деградационная, очень деградационная. Но всё равно, дальше она может как хочет уже сама это всё причукать. Может, и у них так же самое. Вот я смотрю на этих чертеняток, Вачовских, допустим. Я не знаю, то ли они гении, то ли они дебилы полные. А может, и не так, и не так. Может, там у них есть какой-то главный черт, который им говорит, а они просто как... Ну, судя по той дентенции, которая развивается в течение жизни в странах, ну, ничего не остается без контроля. Везде, где что не так, то сразу это пресекается. Ну, таким же путём, как пришли и посоветовали, если, ну, к этой женщине... Ну, да, но снова, здесь был бы её, допустим, выбор. Здесь ещё не факт, что у них хватило бы сил её выгнать, допустим. Ну, не факт. Ко мне разные черти вообще тоже приходили, говорили, мы завтра тебя убьём, допустим. Ну, как бы, я до сих пор живу, несмотря на их обещания. Кто-то нападал там. У меня есть и трещина черепа, и снимки разнообразные, негативных нюансов, которые пошли после общения с некоторыми такими. Но всё равно, так или иначе, демоны, они вот пытаются запугать, они пытаются навредить. Но если им постоянно давать отпор, так или иначе, или, по крайней мере, они рядом нападают, а я часто, чтобы не тратить на них время, не обороняюсь от них, а просто стараюсь как-то сделать, чтобы они не могли дальше так напасть. Стараюсь убрать ту возможность, которой они раньше воспользовались. Интересно. Часто происходят такие волны? Как это называется? Беснующиеся волны. По-разному. Я смотрю, чем осознаннее человек, или, допустим, происходит какое-то общение на осознанные темы, вокруг происходит движение, причем на людей начинают на подсознательном уровне воздействовать некоторые сущности, которые присущи. Я вот смотрю, везде это происходит. Ну, допустим, у меня часто. И вчера было за день два случая. Чувствуешь себя хорошо, гармонично общаешься с людьми, вокруг начинает на тебя наползать просто. Смотришь. Ну, и ни с того, ни с сего просто. Такое взаимодействие разграничено. Допустим, к примеру, вчера играл в бильярд с человеком. Бильярд просто. Игра такая, знаете же, да? Да, русский бильярд. У нас старая. Русский бильярд. Мы вдвоем днем заходим в помещение, ну, два уже, алкоголика. И, ну, как им пришли выпить и пожать. Хотя заведение хорошее, дорогое. Да? Но они заходят, и тут с ними происходят вещи, которые обычно не происходят. Начинают заведение для них. И его забрали. Человек просто начала истерика. Ну, это есть такое, что подсознательно. Да, на подсознатном уровне. Люди хотели на празднество прийти, а там разные бесноваты, или родственники их не бесноваться начинают, или кто-то, или как-то. Ну, то есть, это все есть. Замечаешь такие вещи, действительно. А есть некоторые сознательно. Меня, допустим, недавно добавили в одно общение ВКонтакте. Это там собралось, ну, наверное, школота, я не знаю, кто они, ну, какие-то дебилята, короче говоря. И они там, а, ты такой нехороший, ты нас всех дебилами считаешь, ты нас считаешь, как ты себя, как ты возгордился, кем ты себя возомнил. Вот они именно чисто вот с такой негативной стороны. Хоть я не говорю, что вы дебилы, и вздыхайте за то, что вы дебилы. Я наоборот говорю, вот есть ведические знания, вы чуть-чуть больноватые, поэтому вы можете вылечиться, а потенциально развивайтесь, будьте там, кем угодно. Это ваш выбор. Но если человек чуть-чуть больноватый, то я за то, чтобы констатировать, что он больноватый. Чуть-чуть, больше, чем чуть-чуть, совсем, ну, или как-то так. Ну, в зависимости от ситуации. Да, да. Им это не хочется. Они такие, а, вот если мы употребляем алкоголь, ты вот уже нас не уважаешь, ты всё такое. Или как даже, вот я смотрю, сами эти алкаши друг друга. Ты уважаешь, значит, давай выпивай. А что значит, что выпивай и так же деградируй. Тогда видно, что два дегенерата. А если не выпиваешь, значит, не дегенерат. И на подсознательном алкаш понимает, что рядом с ним не дегенерат, а он дегенерат. И ему на подсознательном уровне какое-то само... Дискомфорт. Да. Да. А если рядом такой же дегенерат, который так же деградирует, ему тогда он скажет, да что, вот вокруг все такие, или я вот такой. А если есть сущности, которые он кормит, да, и которые всегда рядом, они, наоборот, его начинают ещё больше, говорится, колбасить. То есть выводить из равновесия, чтобы он спровоцировал конфликт, чтобы ты отреагировал. Ну, допустим, в той ситуации с Бильяртом было желание, ну, сказать, что, допустим, матерные слова, это плохо. Но если бы ты сказал, ты бы уже играл бы в эту игру, ну, которую они предлагают. Ну, эти сущности, которые, допустим, их провоцируют на такое поведение, на эту истерику. Да, это их игра. Ну, если своё внимание отвести от них, вот у него пошла истерика. Никто ему никакого завещания не делал, но его просто разорвало. Потом вот истерика началась у человека. А есть ещё такая штука, что у алкашей и сектантов есть твари, я не знаю, как они называются, я ещё, вот я сравнивал их многократно с теми, что в ведах описаны, я так и не понял, к какому виду они принадлежат. Ну, тонким видением их нужно заметить. Есть такие твари, которые просто размножаются периодически, и им нужно на кого-то следующего кидаться. Поэтому, если алкаш не алкаша обращает в алкашизм, образно говоря, то вот те две зверюхи, которые на нём сидят, одна перейдёт к новообращённым. Это их способ паразитирования, да? И распространения. Есть у меня теория относительно того, что их может Яговка с собой привёз со своей планеты, я не знаю точно. Но что-то с теми, что вот как земные, они не особо согласуются. Выглядят в виде таких, вот тут его рожица, там хвост длинный, рожица такая круглая с многими всякими. Их видите на тонкоматериальном плане? Да. Интересно. Это ничего в этом мистического нет на самом деле. Это вот сосредоточение вот таким вот постепенным, даже на чисто физическом зрении можно заметить. Вы давно практикуете натуральное питание? Я даже не могу сказать, что я натуральное питание практикую, я экспериментальное практикую. То есть своё индивидуальное, да? Экспериментальное. Трупятины не ем 16 лет. Ну имеется в виду вся животная пища, рыба, мясо, яйца. Все нюансы, где оно присутствует, там сыр с чужной вытяжкой. Ага. Всякая такая вот мерзотарность. А есть сыры без сычужной вытяжки? Есть, но их очень мало, их нужно долго и нудно искать. Вы их употребляете? Иногда да. Ну если я не хочу, я знаю, что это всё индивидуально, а вообще какие продукты вы употребляете в своём питании? Такое элементарное, допустим, рацион на день, на неделю, ну приоритет. Его нет просто. Это бывает совершенно по-разному. А, ну количество еды. Ну про время приёма пищи я понял, когда решил. Ну снова, вот есть физические наставления, как оно должно быть. Но я их часто нарушаю, ввиду того, что нужно вот на встречу, там после встречи нужно там пойти туда, потом нужно пойти сюда. и как бы так просто времени для еды не остаётся. Я, ну практически где-то в среднем с 6-8 и до 21-23 где-то хожу постоянно. Или вот здесь, или у кого-то, или как-то. Ну или иногда бывает там на пару часов возвращаюсь домой, а потом снова куда-то. Поэтому, да, когда есть возможность, я пытаюсь приделать всё-таки к распорядку, потому что понятно, зерновые они перевариваются днём и вечером, или ночью, или рано утром их смысла есть просто нет. Ну это глупость будет, их просто есть. Ну сырая эта пища или варёная? Я ничего не варю. Вообще. То есть с сироматурами... Когда последний раз у меня дома была моя мама, она меня доставала очень долго, что у меня плита паутиной покрылась. Ах. Ну там не такие какие-то заросли, как в фильмах ужасов показывают. Ну паутинки такие были, на газовой горелке, и она такая, ой, а что ты с ними превратил, ты ничего не кушаешь. В общем, ну в духе женских вот этих грюков. Ну понятно, я не спрашиваю когда вообще. Я знаю, допустим, даже по тому... Вообще, например, если я к какому-то человеку прихожу и совсем уже его как-то шокировать, я не вижу смысла. И так почти всем... И так у меня столько всего, что уже их шокируют, что ещё я скажу, а я ещё и варёного не ем, а некоторые же тоже комплексуют за это. Да не, нормально, я к этому... Я сам варёного тоже уже не давно не ем. Если, допустим, в гостях кто-то угостит какой-то заразой варёной, не мясным, не трупятиной, а вот именно, допустим, варёным сыпом, понятно, что чего-то полезного в этой жижице уже нету. Ну, чисто, чтобы рядом сидящие или сидящие, особенно женщины. У женщин это особый глюк. Ну, у нормальных, у тех, которые ещё женщины, не то, что вот сейчас воспитываются паразиты вот эти, а вот те женщины, которые всё-таки ещё женщины, у них часто бывает, что они хотят накормить. Ну, если там уж тарелку какой-то заразы такой вот относительно съедобной предложить, чтобы не сильно ей было плохо, я могу съесть, хоть я понимаю, ну, дерьмо закину, ну, потом выкину дерьмо. Оно и особо много вреда, и особо много пользы не принесёт. А вот струпятина, это уже идеологическое. Это уже то, на что я ни при каких обстоятельствах не соглашусь. Да. И буду их ещё доставать, даже если они не мне положили, а сами. Ну, типа там, а как вы думаете, ему хорошо там жилось, а как вы думаете, что бы он сказал, если бы он узнал, что вы его едите, ну, всякое такое. А вы бы кота своего съели, допустим, а какая разница, вот курица, вот кот, можно взять куриную ножку, положить на кошачью ножку, размером даже почти такие же. Ну, вот вы же кота гладите, а курицу едите. Ну, мне не приходится так часто общаться и... Вообще, бывает такое, что я две недели чисто орехи вообще ел. Просто потому, что одна праведная славянка мне их пожертвовала, а мне надо было все гроши направить, потому что в Молдавии там одна семья, которая важна с точки зрения, они сохраняют тексты. И там у них проблемы. И как бы все, что до копейки буквально я мог, я им перевел, чтобы они там как-то это самое существовали. И орехи, вот вода и орехи. То есть вы экспериментируете, да? Ну, это не эксперименты, это скорее вынужденный эксперимент был. А с экспериментом нет особой наклонности? Особой наклонности у меня есть. Я хочу... Ну, скорее всего, я сам это не сделаю. Но вообще я хочу сделать так, чтобы можно было пищу заменять просто порошком. Порошком? Да. Почему? Получается, что человек как? Кидает пару килограмм дерьма, выкидает пару килограмм дерьма, впитывает минимум оттудового элемента. И так нынешняя пища, какую бы мы ни брали, если мы сами не живем в селе и сами эти продукты не выращиваем, она с теми или иными ненатуральными, искусственными добавками. Будь то удобрения, будь то пестициды, будь то гормоны роста, будь то геномодифицированные разные растения, которыми сейчас уже подменяют те же самые. Не гласно, да? Ну почему? Даже гласно, вот семена, которые сейчас продают, их в основном стараются продавать уже модифицированные. Ну я покупаю, ну я бываю себе проращиваю, довольно часто проращиваю, но гена модифицированная не прорастает, насколько я знаю. а пророчная, допустим, пшеница, гречка, я ее употребляю. Ну я все-таки советую в интернете там детально все это изучить, потому что есть уже совсем, совсем, а есть еще не совсем, совсем, образно говоря. Может быть. К тому же, если мы берем нынешнюю гречку, нынешняя гречка это деградант. Зеленая? Вся гречка, которая есть. Ведическая гречка, она в четыре раза больше размера, чем нынешняя. И она расходилась на несколько частей. Вот это как бы состоит из нескольких частей, они срастаются там, ну на одной точке. Не знаю, когда-то рассматривали саму гречку. Ну я имею представление, где, на чем она растет, да? Нет, я говорю за сами вот эти зернышки. Получается, нынешняя, она как бы такое вот сплошное зернышко. Ведическая, она как бы расходилась на некое подобие короны. Где у зернышки оно не сходилось на единую точку, оно вот так расходилось. Там три-четыре вот этих штуки было. Пшеница нынешняя, деградант. Рис нынешний, деградант. Это даже просто христиане селекционировали. Мы потеряли кучу древних растений, которыми пользовались наши предки. Между шелковицей и виноградом был целый спектр растений, которых сейчас просто нет. И для некоторых людей даже дико звучит, когда я говорю, что шелковица и виноград это в принципе две грани одного спектра растений. Ну да. Ну да, как бы есть описание. Просто здесь как с той же самой свазахой. Такое уменьшенное, да. Вот допустим, есть такое священное растение свазаха. Оно в полисе, в болотах, в труднодоступных местах дорастает до размера дерева. Это в принципе растет как кустарник, но может дать ствол достаточно широкий. В Индии оно известно как Туласи. Это небольшие такие дирекции, если приехать в Кришнаидский храм, можно их посмотреть. Вот даже на Сухой Лиман можно поехать и сказать Кришнаиды, покажите Туласи. Ну они хоть фотку-то покажут. В Средиземноморской... Такие маленькие деревца с маленькими листочками, да? Да. В Средиземноморской версии это базилик. Да, я вот вопросами питания интересуюсь. Я понимаю в принципе ну и тоже натуральная, живая натуральная пища, да, это фрукты, овощи, орехи, злаки. Собственно, это то, чего я придерживаюсь. Ну вот у меня еще сыр из искусственных, ну не выросших в природе, да? Ну можно делать настоящий. Да. Причем настоящий его вообще... Последовательно спитают питание, да. Если особым образом готовить, его можно хоть вообще носить, он месяц не портится. Я сам не делаю так вот. Если есть молоко, можно взять молоко настоящее, залить туда вишневого сока или лимонного сока. вернее довести его до кипения. В этот момент залезть туда это все дело и будет видно, что отделяется волокна. Да, да. Через марлю, ну в древности это была льняная ткань, но сейчас марля. Что же уже делать? Это вместо этого сжучного фермента, да? Вместо заразы нынешней. Ну да. Вообще сыр, который делается из молока уже полупрокисшего, он назывался просто отворок, то есть отваренный. Отваренный. Отворок, ну то, что отварили. Ведический вот правильный сыр, он назывался сотворок. Буквица селу означает что-то превосходящее. Таким путем это идея как раз превосходящего совершенного отвора. Ну, вот это О, которое на начале слова отворок, оно писалось не в виде буквицы О, а в виде знака ЕРО, который потом стал считаться твердым знаком и потом был выкинут. Поэтому в просторечии осталось творок, а в рахманская традиция осталось слово сотворок. Сотворок соответственно лучше, конечно, качественнее. И он больше в себе сохраняет изначально силы молока. добавлять в кипяченое, это будет отворок, да? Нет, если мы берем полускисающее молоко и его отвариваем, делаем, ну, как нынешний творог, это будет отворок. Если мы берем чистое, свежее молоко и сами его окисляем, допустим, вишневыми корнями, или... Ну, лимонный сок это тоже уже нынешняя деградация. Хоть и в древности лимоны иногда с Кавказа привозили и использовали. Но можно, видимо, в интернете поискать, да, способы приготовления сыра в домашних условиях. Куда еще в интернете искать? Просто взять настоящего молока. Вы такое делали? Делал многократно. Не только я и кучу людей научил. В Москве, правда, когда мы делали, там зеленая резина у нас получилась какая-то. Домашние не нашли молока, да? Ну, я не знаю, где они купили, но там какая-то зеленая резина. В общем, молоко, да, а пропорции? Хорошо. Примерно. Вот просто рассказываю. Берется, допустим, 4 литра молока. Вот настоящего молока. Да. Оно доводится до кипения. И мы ждем момента, когда оно начнет подниматься. В момент, когда оно начинает подниматься, вливаем вишневый или лимонный сок. Сколько? В зависимости от лимона, 3-4 лимона. На 4 литра. Можем даже 5, чтобы сильнее оно взяло. То есть, чем больше лимонов, тем сильнее реакция. Но, соответственно, как бы особо перебарщивать тоже смысла не вижу. да. Ну, по мере там практики оно будет понятно, оно необходимо. И дальше ждем минут 15 или даже 10. Молоко кипит в это время, да? Когда заливаем, вот оно у нас на крупном огне кипит, поднимается, выливаем и чуть прикручиваем. Оно чуть-чуть подходит еще. И ты уже доводишь до кипения на малом не доводим до кипения. Оно чуть-чуть подходит, но потом выключаем. Когда уже видим, хлопья отделяются. Отделяется сыворотка полупрозрачная и хлопья. Потом ждем какое-то время, ну, в зависимости тоже от степени жаркости помещения. Ну да, как процесс будет? Визуально уже видишь закончился? Визуально там увидеть, что он закончился нельзя, потому что что есть конец. Дождаться пока вода высохнет и... По времени минут 15, да? Ну да, Ну и потом нужно самому уже это варьировать в зависимости от своего нагревания, то есть потому что на газе одно, на электрике другое, то есть в зависимости от жаркости кухни здесь куча параметров от толстоты стенок, ну в среднем минут 15 подождать. Через марлю в несколько слоев сложенную процедить, отжать, повесить. Вот то, что осталось, отжал и повесить. Оно постепенно все лага выйдет из него и останется натуральный сыр, да, из натурального молока. Да. еще можно, ну если еще изначально в него добавить определенного рода мед и потом его порезать и высушить, то его можно вообще носить с собой и он месяцами не портится. То есть из ингредиентов только натуральное молоко и какая-то кислая сон? если нормальный, вот как сделать и съесть, то натуральное молоко и окислитель. Если мы хотим создать неубиваемый, чтобы в горы поехать и там его есть на протяжении месяца, тогда вначале окислитель мы должны смешать с медом. Но мед нужно выбрать густой. Густой, самозасахаряющийся, но при этом натуральный, чтобы он не был именно сахаром кормленными пчелами сделанный, а чтобы был натуральный, но уже очень-очень такой. Тверденький, который уже сахарится, допустим, сейчас уже мед начинает сахариться на зиму, зернистый. Я делал это несколько раз и советовал людям тоже. В общей сложности мною и под моим контролем это было сделано 7 раз. Получилось всего лишь 3 раза. вот именно такой, который с медом, который сохранится и можно месяц есть. А потом режешь, сушишь его? Да. А сушишь дегидратор либо где-нибудь на естественном инновационном? Ну, чтобы главное мухи не завелись и черви не ползли. А сколько он в марле должен стоять? Ну, я понимаю, водичка там вся вытекла? Полчаса, час, два часа, хоть три, хоть четыре. Это из мягких сыров, да, как вот, брензов, все что имеется в виду? Он будет несколько напоминать адейгейский сыр. Я попробую, неинтересно. Ну, это не совсем прописи. Но вы молоко употребляете, да? Ну, снова, не всегда. Как бы, принципиально, да. С точки зрения вет, нужное в большом количестве. Молоко влияет на развитие тонких тел. Молоко влияет на развитие мозга для начала. Просто нейронам нашим, чтобы жить нормально, им нужно питательные вещества. Питательные вещества находятся в меде, находятся в зернах пшеницы, находятся в молоке. Зерна пшеницы сейчас практически уничтожены. Вот эта пшеница, которая, теоретически, пшеница, она и на 5% не является ведической пшеницей. Молоко испортили, так что оно может на 20% похоже на ведическое молоко. Ну и мед в среднем процентов на 30-40, а то и 50-60, в зависимости от качественности людей, которые делают, ну, является эквивалентом ведического меда. Получается, все эти вещества, это вещества, где собраны максимальные жизненные силы для определенных целей. Молоко эта корова кормит теленка, чтобы он развивался. Пшеница это для того, чтобы выросли новые ростки. Туда ведическая пшеница еще часто кустами росла, что не один колосок вырастает, а несколько, и даже много их. Ведическая пшеница, она кустарниковая, но не кустарниковая, это даже не куст, можно сказать, вот как трава сейчас, я вот, когда копал почву, бывало, то трава растет как кустом, можно сказать, вот обычная простая трава, но не по травинке, а вот такой вот штукой. Вот ведическая пшеница тоже росла... Как островок, с домами колосами. Да, да. Ведическая пшеница росла по такому принципу, и вот этот весь островок вырастал из одного семени. Поэтому в одном семени была колоссальная мощь. Сейчас мощь Ее селекционировали, да, в свое время. Да, селекционировали из кустовых, из разных всяких глюков. Где взять настоящую? Вот совет рахманской традиции для себя пользуется, остальным как бы не дано. Мед тоже это пчелы создают, чтобы себе на пропитание и на развитие, по сути дела. Им, по сути дела, задача собрать все питательные вещества из растений и квинтэссенцию сделать их в виде меда. Все это то, чем можно как раз подкормить свои нейроны, чтобы они развивались. Да, ну, организм тоже так устроен, он же все анализирует, ну, желудок как для анализа, да, чтобы туда попадать. Просто я к чему хочу сказать, вот со временем, если больше привносишь в свою жизнь питание вот натуральной, живой, растительной пищи, уменьшается ее количество и разнообразие ты уже знаешь, что тебе нужно, там, как бы, не испытываешь стресса из-за недостатка того или того, то есть, довольствуешься или ограничишься, в принципе, небольшим количеством и разнообразием пищи и этот вот тенденция идет к уменьшению их пищи и разнообразие, как бы, вот так вот вопрос снимается. Вот, Жанна здесь сидела недавно только, она свободна по 40 дней поститься с сухим постом. Да? По 40 дней? Да, 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 да. Я такое тоже делал, единственное, что для меня главное, это не просто, чтобы, как бы, говорить, вот я 40 дней постился. Но это не имеется в виду не вообще без еды, а просто... Вообще без еды. Вообще без еды. Да. Вот это вот называется пост. Не, ну посты бывают разные. Вот сухой пост, как бы, насколько я знаю, Жанна все-таки воду употребляла во время своих постов. Но питания нет. Здесь можно таким путем подходить. Ее, что в обычной она, как бы, питается, чем придется, но иногда вот постится. Вот так. Я по-другому подхожу, что я вот таких глобальных штук практически не делаю, потому что у меня вот когда уже доходило до 30-го и дальше дней, к 50-му дню там уже вообще плохие, ну функциональность снижается. Мне важно, чтобы тело функционировало, чтобы я мог общаться с людьми, чтобы я не упал где-то на улице, чтобы если даже враги нападут, пока они мне еще несколько переломов не сделали, чтобы я от них сбежал, допустим. Ну и так дальше. Мне и сайт нужно вести, и видео редактировать, и кучу всего другого делать. То есть я не считаю для себя ненужным, невозможным доводиться до такого полунефункционального состояния ради просто того, чтобы потом сказать, а я там 60 дней допустим постился. Ну и хорошо, допустим, я буду поститься хоть 90 дней, хоть вообще заморю себя голодом, или в конце концов стану пранаедом, или сдохну. Ну и как это поможет человечеству? Даже если я стану пранаедом, но как это человечеству поможет? Для меня главное, чтобы распространить ведические знания и оставить хотя бы для себя же на следующей жизни. Вы понимаете свою меру, что вам необходимо и как двигаться. И все это индивидуально для каждого. Такие встряски я не считаю для себя важными. Хоть каких я уже столько встрясок не проходил, это еще нужно поискать. У меня есть друзья, которые христиане, я даже не знаю как им сказать, допустим про льдическое знание, которое просто отрубает христианство, ну который центр Ну и отрубает, и не отрубает. Здесь с какой стороны подойти? Потому что да, с точки зрения вед, ясно разъясняется, что Его зловредная, вредная, демоническая такая штука. Но! Но! Ведь учение Иисуса это не учение Его. И многие христиане нормально признают, что старый завет это то еврейское, а вот новый завет это наше хорошее, как они считают. А в новом завете Иисус что говорит? Евреям Он говорит, ваш отец кто? Он говорит, ваш отец дьявол, он лжец и отец лжи, и человекоубийца изначальный. И вы действуя так исполняете похоть отца вашего. Это в Евангелии есть. Я сейчас не скажу где, но я могу на следующий раз взять Евангелие, открыть и показать, вот, хоть к попам туда пойдем, я только посмотрю нумерацию этих дел и пойдем в любую христианскую лавку, я открою, чтобы не было ко мне претензий, что я сам это Евангелие напечатал под тихаря и так дальше. Да. Вот, стоп, Иисус это сказал евреям. Берем Библию. Кто там предоставляется как отец небесный евреев? И Егова. Это факты. Дальше. Если начало Библии читать, там как бы вообще столпотворение разных существ. Ну, вот, даже почему выгнали Адама и Еву из рая? Этот Егова обращается к каким-то неназванным персонажам и говорит, э, слышите, он тут уже древо познаний познал, он сейчас как один из нас станет, он еще вечным станет, вы что, давайте его срочно кастрировать тут по всем параметрам. И они такие, да, да, пока там как бы все это не случилось. Снова проводим параллель с сериалом «Мир Дикого Запада». Вот как те техники относятся к Мэйв, которая хочет стать осознанной, хочет стать независимой. Ну, к негритянке вот этой. Негритянке? Ну, Мулатке, Мулатке, которая руководит Притоном, которая начала вспоминать о том, что раньше она была в другом сценарии и начала шантажировать техникам. я понял вас, да. И в последней серии техники друг с другом говорили о том, как ее по-быстрому прибить и сказать, что так и было. Да, вообще интересно. Вот вспоминаем начало Библии, где там то же самое говорит своим коллегам и Егова. То есть и Егова это тот, кто хотел, чтобы его творения были несознательны. И дальше в Евангелии нет ни одного упоминания, чтобы Иисус себя как-то возводил к Егове. Если все Евангелие, все апокрифы сравнить, Иисус прославляет, восхваляет Саваота. Не Егова, а Саваота. Да не хотят никто это замечать. Идем дальше. Саваот. Берем вот любую книгу по сравнительному религиоведению, мифологии, индоевропейскому языку смотрим. В хетском языке его называли Сиват. В скандинавском языке это его имя выкинули, но оставили версию Тиус. Это тоже от Сиус, Тиус, и в конце это близко даже понятиям как Теус и Деус дальше. Это в других европейских ветвях. В Индии это Шива. В славянском языке есть слово свет. Все это того же лингвистического происхождения, что и слово Саваот. Иисус призывал к Богу света, ко Всевышнему. О том, что Он Сын или посланник Егова, Иисус ни разу не сказал. Поэтому вот та склейка, которая есть, она есть противоестественной. Последователи Иисуса это чистые катары, которые видели, что куча зомбей наплодилась, которые к Иисусу себя примазывают, но такими не являются. И катары, и альбегойцы они считали себя чистыми. Это в любой исторической книге можно прочитать. гонения на катары. Они смотрят, как их научили. Ну да, но это тоже их выбор. Это не то, что масоны с рептилоидами у них знания забрали. Они считают, главное верить. А тут даются знания, люди дают знания. А вот христианство построено на вере. По вере ваше дано будет. Вот они и верят. В баню вчера ходили, крестик обмотал полотенце, ну, чтобы не снимать. Вот вера как выражается. Видите? И дальше мы уже разбираем что хранили и чему следовали катары и альбигойцы. А они следовали тайной книге Иоанна. Изучаем тайную книгу Иоанна, сравниваем ее с ведами пример перевода чего я и сделал, собственно, еще в 2008 году. И вот в 2011 она была издана. Я еще не читал, но я уже это заканчиваю и начну Иоанна. Иоанна проводим параллель с ведами, читаем другие христианские апокрифы. Недавно ко мне тоже люди слабо одержимые христианством приходили и я им там тоже кое-что разъяснял. Я ну занятие у нас не совсем полноценное с ними получилось. У них много глюков. Но может хотя бы то, что я рассказывал может я отредактирую и выложу все-таки чуть позже. Но это где-то тоже недели, месяцы займет время. Так вот, тоже разбираем, что в принципе учение Иисуса это физическое учение. И вот те, кто следуют ведом, они больше истинные христиане, чем те, кто себя такими называют. так и получается. Иисус допустим учил, что нельзя всякой мерзостью заниматься. Павел начал искажать учение и сказал не гнушайтесь мясом и вином. Иди знай Павел или они переписали еще? Павел был скотиной конкретной. Павел был фарисеем, который занимался гонениями на христиан. Иудеям, да? Не просто иудеям, а вот фарисеям, которые были посвящены инквизиторам, протоинквизиторам. Я смотрю, действительно очень поражает историю, которая вырезалась в Евангелии. Павел был гонителем на христиан. Там случилась какая-то штука, что он ослеп. Пока он был слепой, он решил, как осуществить идеологическую. Потому что, если он гоняет христиан, находятся добродушные люди, которые их принимают, иутят, и проникаются их на мучение. А понемножку, может, и пара нейронов черепушки находят у себя и понимают, что учение Христа совершенней, чем та кровавая религия, которую они следовали. А иудаизм на тех этапах был очень кровавой религией. То, что сейчас мусульмане режут животных на улицах наших городов, это лишь такой жалобный отголосок того, что делали иудеи, жрецы которых в храме Давида ходили просто чуть ли не по колено в крови. это в Библии вон у них все черным по белому написано. Это не то, что я из каких-то сноосфер скачал или мне откровение пришло. Оно написано снова. Прочитать можно запросто. Главное, чтобы захотеть и чтобы понять. А выводы-то не будут сделаны верно, ведь восприятие есть, скажи, нож-то Он сначала пытался их физически уничтожить, христиан. Он видит, не получается. Он решил их уничтожать идеологически. Он прикинулся, что его там это что-то перекосячило после того, как он ослеп и начал писать типа Он истинно верующий. А все остальные неверующие. Типа Он самый ревностный христианин из всех христиан. И вот если все творчество Павла почитать, то там конкретно идет надругательство и издевательство над тем, чему учил Иисус. Иисус учит там, что не стоит убивать животных для производства дерьма. Он решил другой пример. Не гнушайся мясом и вином. Не гнушайся. То есть сюда наоборот вывернуть, да, получается? Максимум, что Иисус допускал, это употребление рыбы. И то Иисус постоянно своих учеников доставал тем, что они употребляют. Говорил, лучше идите растите растения. А Иисус уже пришел в те времена, когда эта пища уже, ну, это вот зараза, это вот отношение к пище. Они ели животных, они убивали животных. Да, но Иисус им говорил, вот самаритяне, не самаритяне, а есеи, они сами обрабатывают землю, сами это все растят и едят. Вот почему вы не можете взять и так же само, почему вы ловите эту несчастную рыбу и едите. Если почитать все апокрифы, которые остались от ранних христиан, там этот мотив есть. Он периодически своих учеников очень сильно за это упрекал. Единственное, что видно, он их не мог окончательно, ну, понимал, что нет смысла их пытаться вот настолько это жестко запретить рыбу, потому что они в полупустынной территории жили. И им реально, чтобы начать сельскохозяйственные какие-то потуги, им нужно много очень стараться. Нам на Украине вообще ничего для этого стараться не надо. Сад посадил и питайся, и живи, и радуйся. Орехов засадить, яблоню посадить, вишни, черешни, там что-то посушить, что-то это самое, круглый год есть чего есть. Ну да, да. Но он тоже виден с тенденцией. Поэтому вот в древних пророчествах даже священнослужители наши удивлялись, как у нас мясоеды заведутся. они не верили Всевышнему, что так случится. Было пророчество, да? Да, 7000 лет назад Всевышний говорил, что со временем здесь будут мясоеды, и что наоборот те, кто не едят мясо, будут считаться ненормальными. И священнослужители ему не верили, они говорят, ну как это, ну ты чё нам такое вообще говоришь? Ну это как бы я бы сейчас сказал бы, что допустим Земля через 100 лет станет квадратной. С чего бы, как? Да, или материки поменяют своё расположение. Ну даже материки это не настолько фантастично, потому что они меняли уже расположение многократно. И это любой геофизик объяснит, как они съезжались, разъезжались, с другой стороной съезжались. А вот если сказать, что Земля квадратной станет, или там я не знаю, ну какую-то вот абсолютно невероятную фигню сказать такую, что у людей на голове вырастут вторые ноги, и люди вот этими ногами будут ходить. Ну что-то такое вот. Ну да. Так вот именно в духе такого воспринималось, когда Всевышний говорил, что люди будут мясо есть. правильный свет. Бывали все только сережки. В начатке, в начатке, в начатке, в закатную руху, это мне не важко. Ну, до того, как начиналась деградация и так далее. Ну, деградация, она никогда, как таковая, не начиналась и не заканчивалась. Она просто в какие-то времена особо свирепствует, в какие-то времена вообще не ощутима. Ну, в Золотой Век нельзя сказать, что нету дебилов каких-то. Они есть, только их очень-очень мало. Микро какие-то вкрапления. Или, допустим, микро вкрапления дебилизма в сознании общей массы человечества. Но тоже нельзя же сказать, что этого нет. В то же время в Кали-Югу, наоборот, микро вкрапления чего-то светлого и разумного в общей массе дебилизма. Ну, а что же, не так? Ну, да, да. Поэтому, допустим, такой вариант, что варёная пища, или даже не только варёная, какая хочешь, там она с древних времён такой вариант существовал. Хотя с древних времён такой вариант считался несколько примитивным. И, в принципе, можно взять даже изображение каких-то греческих сцен, греческих богов. Можно взять древние сцены из жизни царей, Персии. Тяжело найти, чтобы стоял там князь, держал в руке окорок и жрал его с такой вот прямо животной какой-то гнусностью. Легче найти изображение, где, допустим, перед князем стоит какое-то блюдо и наложница, ему там по виноградинке чуть ли не этот виноград, так сказать, дают на вкушение. Или там какие-то, ну то, что сейчас вином заменили, а в древности это просто виноградный напиток был, ну фрукты. Не перебродивший. Что? Не перебродивший. Ну да, то есть в Евангелии там это чётко есть градация того, что сначала они нажрали с той заразой, что у них была, а потом то, что Иисус придал в воде вкус виноградного сока. И они пришли к распорядителю свадьбы и такие, а что тут творится? Ты что, ненормальный? Ведь сначала дают свежее, а потом уже, если не хватает, то дают перебродившее. А ты что же наоборот делаешь? Потому что получилось, что сначала они кислятин и гнилятин напились, а потом того же, что Иисус дал. То есть всё-таки княжеской касте, священнослужительской касте, высшим вообще тем, кто стремятся к развитию, изначально было свойственно питаться тем, чем и питаться проще, и тем, что и полезней, и естественней и так далее. Хотя в то же время были такие ситуации, что где-то в каких-то погодных и других условиях просто людинам, например, могло не хватать пищи, и они могли варить чуть ли не траву и всё, что было, чтобы хоть какие-то питательные вещества таким путём поглотить. Поэтому как бы разделить, что вот 20 тысяч лет назад все святые, а 10 тысяч лет назад все черти, не получится. Получится просто, что в ведической культуре есть чёткое и ясное представление о том, каким должно быть здоровое питание. В то же время сейчас это представление стараются всячески как-то разбавить, всячески смешать с чем-то неестественным. Например, есть примеры, даже вот здесь, стадион, вот этот Спартак, там рядом кабинет врача, который черноморцем одесским занимался. Или занимался, или занимается, не знаю точно. То есть я не знаю, или он до сих пор занимается, но то, что занимался, раньше точно знал. Так вот, он сам не является вегетарианцем, но мы с ним общались, и он рассказал, что когда он хотел увеличить показатели полезности своей футбольной команды, он их садил на строгую вегетарианскую диету. Как только можно было там не особо стараться, он им разрешал, ну, жрите, всякую заразу. И сейчас, как бы, если вот по-настоящему разумно разобраться, то всё говорит о том, что без мяса прожить нормально можно. Есть просто общественные стереотипы, есть религиозные глюки, есть некая закостенелость взглядов врачей, плюс, возможно, некоторым сознательным, тем, кто руководят фармацевтической отраслью, специально это выгоднее, чтобы люди травились, а потом у них лечились. Это я не исключаю, почему-то же вегетарианство признано как психическое расстройство, ну, это не Минздрава, но международная организация, это здравоохранение. Получается, что те, кто здоровые, они по их определениям психически ненормальные. То есть индусы хронические, споконвечные психи тогда, китайцы споконвечные психи. Ну, почему-то европейцы, вот такие все нормальные, здоровые и хорошие, умеренно пьющие, умеренно питающиеся мясом, вымирают, а вот как раз, допустим, или арабы, которые алкоголь выкинули, или те же самые индусы и китайцы нормально плодятся и заселяют Европу. При этом по здравоохранению, заключению международной организации, они все психически ненормальные. Потому что нормальные люди пожают мясо. Хотя, с другой стороны, я с какой-то стороны могу понять, чем некоторые из них могли руководствоваться. Потому что есть люди, которые не из осознанности, а из чисто животной такой боязни. Они так проникаются сочувствием к этим животным, что типа, ой, а как бы не навредить. И дальше вот такое отношение может перевести то, что у некоторых индусов есть глюк, по которому они заметают веником дорогу. Ну, чтобы не наступить на какую-то букашку. Поэтому я могу согласиться с тем, что у некоторых европейцев в действительности вегетарианство является следствием их психического расстройства, чрезмерной жалости, несмысленной причем жалости. Потому что если бы они разумно старались действовать на благо всех живых существ, они бы меньше заметали вот это дело и больше бы старались что-то полезное сделать. Но, однако, они всех вегетарианцев, в общем, махом записали придурков таким. А вот, как бы, такие элементы деградации сейчас нанедрягаются. Плюс христиане. А их нам там пожрать трупятельно, это вообще, и еще даже символически пожрать Иисуса, это вообще священное дело прямо. Крови попить там. Значит, для них это нормальная практика. Так что так. Добре, а там, ну вот я читал тоже, что пшеница, там, свята, трава, так далее и тому подобное. А вот пшеницу, как жевали? Тобто, там, размочено водою? Ну, пшеницу и ростки, допустим, поедали. Пшеницу делали особый вид, такой полезной, полезную настойку. Это когда давали немного пшеницы прорасти и использовали потом, но не давали полностью из зерна вытащить еще все элементы. А так, чуть-чуть процесс жизнедеятельности запущен, потом из самого зерна выбирались некоторые элементы и делался специальный напиток. Потом просто из муки, то есть можно вообще хлеб делать без термической обработки, если захотеть. Ну, просто он засохнет. То есть так все условия и пропорцию делаешь, размешать, раз это самое, потом он засохнет и можно поесть рецепт. Ну, вот даже самый простой рецепт, ты можешь зайти в супермаркет, там пластинки продаются, такие хлебцы. Это что сейчас делается? Я могу, да, где-то что-то в текстах там найти. То есть просто мука с водой и на какое-то время... Мука, причем не совсем такая, как сейчас. А, а какая? Больше того, в пшенице внутренность это просто то, из чего, как бы, то, из чего потом дальше может развиваться росток. Но элемент силы несет именно кожура в семени пшеницы. А сейчас это убирается. То есть много чего другого убирается. И из-за якобы погоней такой вот какой-то вкусности, что ли, удобности, современная пшеница, она от физической пшеницы очень сильно отличается даже на вид. Например, я видел некоторые те, что вот и мальфары до сих пор ее еще растят, там некоторые другие. И она очень похожа как раз на руну кси-пшеницы, если на нее смотреть. Современная она уже чуть-чуть отличается от такого строения. То есть у правильной пшеницы идет постоянно кси-симметрия. Где бы там ни шло, если листок идет, то именно два листка идет. Если там сверху, то именно два параллельно. А современная она уже чуть-чуть скрывокосолопая такая. То есть элемент силы именно в том, что покрывает зернину? Да. Это что, уходит, да? А так и выживает? Ну, как бы оно терлось, были зернотерки здоровезные. То есть сейчас полностью убита вся эта культура, это можно возрождать. Это некоторые возрождают, некоторые вот, большинство тех, которые живут, как бы современным путем говоря, эко-поселения храхманской традиции. Они вот древними все это зернотерками, каменными, такими все это дело. То есть, ну, я думаю, что это можно, например, и в кофемолке, наверное, измельчать. Я не знаю, я не пробовал, но подозреваю, что можно. Более того, можно экспериментировать. И методами экспериментов определить, что и как. Ну, то есть лучше отказываться, да? То есть там даже от хлеба там... От современного хлеба не лучше, а необходимо отказаться. Это зараза просто самая настоящая. Потому что там дрожжи. А если без дрожжевой? Без дрожжевой еще нормально. Ближе к тому, что нужен. Но дрожжевой это просто смерть ходячая. Это все равно, что алкоголь. Просто алкоголь это сразу залиться и сразу эффект. А то оно по чуть-чуть будет там бродить, по чуть-чуть все равно алкоголь будет в мозг поступать. И разница только или сразу там 50 грамм, или по чуть-чуть по миллиграмму, допустим, там каждые 5 минут. Ну, это только как бы такое отличие. Хотя по принципу и то, и то. Более того, современные термофильные дрожжи, они увеличивают возможность развития раковых разнообразных. То есть они являются канцерогенным, по сути дела, средством. Потом тем продуктом, на котором очень легко размножаться разным вредным и смертоносным для человеческого организма зловредностям. Ну, а если просто мука, но сучасная, вода и термофильные, то... Ну, это будут априсные, так называемые. То есть они имеют какой-то поживной цели? Да, конечно, естественно. То есть мука, если ее правильно использовать, то она очень большую ценность имеет. Она помогает работе мозга. В принципе, сейчас по официальной трактовке как, что приматы жили на деревьях. На деревьях им как бы постепенно перестало хватать пищи. И они сошли на прямохождение для того, чтобы стать всеядными. Для того, чтобы палкой-копалкой, примитивным камнем разбивать голову какой-то зверюшки. Эту зверюшку. И как бы объясняют оттуда во приручении огняш. Ну, нужно было, потому что зубы не такие, как у хищников. Поэтому нужно было обрабатывать. И говорят. И потому что обезьяна начала жрать мясо, она постепенно стала человеком. Еще один есть глюк, по которому считается, что рыба очень полезна для развития мозга. И что чуть ли не развитие мозга обязано поеданию рыбы. Однако, вот давай сравним просто такой интересный нюанс. Те же египтяне, те же славяне. Славяне я имею в виду трипольскую культуру. Я имею в виду тертеревенчанскую и андроновско-аркаимскую культуру. Те же шумеры, индусы, то есть хеты, хаты, анатолийский полуостров. Все они хоть и имели доступ, допустим, к крупным водоемам, к рекам, к морям. Однако, их бытность базировалась в первую очередь на сельском хозяйстве. А сельское хозяйство это в первую очередь пшеница и молоко, и отчасти мед. Вот, и они вот и стали теми памятники древностей, которых сейчас находят, о которых говорят и так далее. Но смотри, есть на куче островов в Тихом океане разные примитивные племена, которые жили в океане там, ну фактически. Иногда плавали с острова на остров. Единственное, что они там охотятся, почти невозможно, потому что там почти ничего не живет, на тех мелких островах. А сельское хозяйство тоже почти невозможно. Их источник питания это рыба, которая якобы так нужна для развития мозга. И шо? И шо? Вот ты мне можешь назвать хоть одну цивилизацию, которую построили те, кто питались рыбой, но не питались, допустим, молоком, пшеницей и медом? Я точно. Да вообще никто не может. Максимум, что, допустим, в океане, в Тихом океане были найдены руины так называемого Нанмадола. Это город, построенный из длинных каменных таких балок здоровезных. Деникин его ковырял чуть-чуть, там другие исследователи упоминали. Но с ним проблема такая, что когда город строился, это был очень большой остров, сопоставимый с Новой Гвинеей. И по своей архитектуре, по всему, явно видно, что это колония, то есть или гиперборейская, или коситская колония. Поэтому и этот город не строили, ну, как они сами подтверждают, собственно, те островитяне-рыбоеды, которые там живут сейчас. В основном это были очень примитивные народы, которые ловили рыбу, и в случае чего ели друг друга, и для них это было нормально. Философии никакой, цивилизации материальной, там, духовной, музыкальной, театральной, никакой вообще. То есть набедренная повязка или какая-то там трубочка для того, чтобы моча скатывалась, или ещё что-то такое. Вот весь их быт фактически. Грязные, там, шивые, блохастые лазают по островам, едят рыбу. Просто примитивной палкой эту рыбу накалывают, и там чуть пожарили, или даже нет, едят. В мозге их что-то не развивается. Больше того, можно тут ещё подойти с той стороны исторической, что снова историки говорят, что вот те, кто ели там больше мяса, они лучше развивались, лучше плодились, лучше были умственные способности. Но известно, что больше мяса ели как раз племена, сопоставимые с нынешними какими-то эскимосами и другими мелкими народами, которые позднее захватила Российская Федерация. Ну вот такие, которые жили в лесах, что-то там охотились и так далее. А в сельскохозяйственных же культурах убить корову или убить быка, это было, ну, фактически, принесением себе колоссальных убытков. Ну, ты понимаешь, что корова даёт молоко, а на быке можно пахать, возить там грузы и убить ради там нескольких кусков мяса. Ну, это почти то же самое, что себе по голове там каменный топором настучать. Поэтому получается снова, что как раз больше материальных, духовных, цивилизационных плодов оставили именно народы или вегетарианские, или практически вегетарианские, или близкие к этому, или же с умеренным поеданием трупинцыны. Но всё равно те, которые базировались на сельском хозяйстве, а не на охоте, допустим. И сельское хозяйство только сейчас, допустим, можно растить там кучу свиней, или там целая мясобойня где-то, и только для убийства. А ещё при временах той же Российской империи и Речи Посполитой, мясо достаточно редко кто-то из селян ел. Более того, мясо требовали христианские всякие деятели, поэтому было как раз больше вероятности, что селяне вели практически вынужденный вегетарианский образ жизни, хотя бы только из-за жертвовости попов и панов, ну или помещиков российских. Такие справа. А как голодание взагалее? Ну, как голодание? Голодание – это голодание. Другое дело в том, что здесь нужно и не заголодаться насмерть, и в то же время поедать больше, чем надо смысла нет. Мне лично не нравится та ситуация, что надо кучу дерьма накидать в одну дырку, потом выкидывать с другой дырки, и ещё это получается быть в качестве портативного завода по производству дерьма. Мне больше подошёл бы вариант, если бы какие-то то ли порошок, то ли что-то такое в воду залить, и там эту воду выпить, и всё. К сожалению, пока такое… Ну, чтобы именно… Получается же сейчас как? Чуть-чуть нужных элементов себе организм впитает, а всё остальное, то есть больше 90% организм выкидывает. Даже с фрукта овощной… Ну, а как? Экскрементов там остаётся очень много. Поэтому вот вариант с какой-то такой смесью химических элементов для меня был бы самым приемлемым. Другое дело, что есть много людей, которым просто нравится вкус. Есть люди, которые едят просто от скуки. Вот нечего делать, взяли, поели и типа как-то заняли себя. Потому что с одной стороны и о чём-то думать не хотят, а с другой стороны ум, если он постоянно не задействован, он тоже там бесится, и надо на что-то ум направить. Ну вот ум направляется на то, чтобы приготовить, съесть и прочувствовать процесс съедения той или иной пищи. Я в ужас часто прихожу, ну практически всегда, когда я смотрю за тем, как женщины на кухнях извращаются. То есть и так уже какие-то продукты переморожены, потом они берут их ещё, режут, измельчают, так поджарят, так подварят, так подпарят. И в результате некую бесформенную массу, схожую как раз на то, что уже должно выдаваться из другой дырки, они как раз предоставляют. И им кажется, в меру их вот этой извращенности, что вот это и есть вот то, что должно быть, да. Это уже даже речь не о варёной пище, потому что ту же самую, допустим, картошку можно просто отварить и съесть. Её можно и сырую съесть, если уж на то пошло. Но для как бы, не знаю, удобства некого, можно и отварить, и съесть всё. Они как могут? Отварить, потом её поджарить, потом туда ещё накидать ещё чего-то, ещё чего-то. И в результате это всё получается, ну вот, как какая-то масса, которая уже, как правило, с другого конца выходит обычно. Ну, при естественном питании. Вот это полностью невежество, это и кошмарно, на это тратится, вот как мы уже говорили о той посудомоечной машине, что на это тратится время, на это тратятся силы. Люди говорят, не, книжку по ведам дорого, не можем мы себе купить. А при этом холодильник забит разной заразой. При этом даже из той же картошки, морковки, капусты, я не говорю за мясо, даже из этого, они стараются сделать в конце концов какую-то неведомую дрянь, которую-то и едой воспринимать очень сложно. Ты, наверное, с этим часто сталкивался. Поэтому, ну да, ну это неразумно, ну зачем, то есть всё равно это выйдет дерьмом, так или иначе, как бы это ни украшать. И для кого тогда идут старания, для чего эти старания, зачем это всё нужно? Если для организма, для собственного питания, тогда наоборот лучше то, что более свежее, чем больше питательных элементов. Ты же знаешь, что официально всем известно, что жареная пища вредна. И все жарят. Макдональд всем известно, что вредна, большинство ходит. Даже славяне вроде как праведные, вроде как там приехали тут развиваться. А такие говорят, да давай всё-таки в Макдональдсе посиди. Такие вот люки бывают. Ну да, а как вообще полезно это голодание, как оно влияет на... Ну, голодание можно по, допустим, 11 и 22 лунных днях это делать. Можно ещё по-другим. То есть можно, я могу тебе сообщить дни, когда лучше устраивать вот те одноденные посты, которые предписаны ведомыми. Ну да, а то, что, например, там промысл 27 дней не переживлевок телесослый... А Маркиян в Ипшицке 40 дней. Ну и такие, и Хольбрегг я там читал, и ну и какие воно мают впливы, покращение физически... А Шукра Рахман вообще не особо ел, насколько летописи свидетельствуют. Ну, если они уже умели там подживливать всё... Ну да, просто вопрос в другом, что надо всё-таки... Я на данный момент отказываться от пищи совсем не собираюсь. Я и так очень мало ем, но совсем это дело невозможно, потому что... На данный момент, по крайней мере, для меня, потому что мне там надо и постоянно что-то делать, и общаться, и ездить, и то... Вот если просто сидеть медитировать там, и, допустим, несколько лет была бы возможность спокойно где-то сидеть, медитировать, и настраиваться... Что вот да, сегодня я физической пищи не вкусил, но я там буду медитировать, вот как там энергию с той чакры туда, как там это... Это можно было бы всё настроить, вероятнее всего я бы и перешёл на отказ от вообще пищи. Но, поскольку мне все эти дни надо то людей вызванивать, говорить, ну шо, мозги ваши есть, вы готовы пойти пользу принести там, где надо? И вчера мне еле электрика удалось туда направить, потому что электрик с меня вымогал, чтобы я ему рюкзак, можно сказать, подарил на это дело. Плюс не было, чё ему дать, а надо было провода, провода с времён того, как я у себя домопроводку проводил, подорожали почти втрое, ну и, соответственно, то есть, ну, нашлась там одна достойная личность, мы это дело купили, и позднее я его отправил. Но всё равно это надо было её сначала прозванию, что ну как там мозги ваши есть или нету, где ваши мозги, его прозвание, и так далее. Вот Караслава я не сильно сегодня утром спрашивал, где его мозги, вот он так их и не нашёл на сегодня, и не приехал. Хотя, если бы его сильно, там, давай мозги свои ищи, там, он и приехал есть. Вот так и многие другие. Поэтому я пока отказываться от пищи не собираюсь. Вообще посты полезны, посты, ну, учитывая, что я, бывает, по 9 дней, вот такие большие промежутки бывают. Это всё нормально, это всё можно. Есть больше того предписания, когда это лучше делать, тоже это можно будет по календарю разобраться. Ну да, и для чего? Ну как для чего? Во-первых, если человек кушает больше, чем надо, то у него скопляется там, то есть не всё дерьмо, а, образно говоря, выкидывается, часть остаётся. В закоуках, кишечниках и других там местностях. Поэтому, если просто не вкушать несколько дней пищу, то желудок там начнёт, во-первых, поиск, так, где питательное вещество, где что. И может попытаться, а, это, не, это не питательное, так это же выкинуть надо. Так оно там сбоку есть, и он, желудок такой, получает питательное вещество, отбирает, выкидывает то, что лишнее. И где-то по бокам что-то может оставаться. Плюс паразитам не особо интересно, если человек часто постится, не ест трупятину. Хотя, кстати, посты могут показать, есть ли у нас паразиты. Если мы там постимся несколько дней, а у нас там всё внутрях колет, там чешется и так далее, то вероятно, что там уже зоопарк вводится. С такой точки зрения. С духовной точки зрения можно это использовать для того, чтобы лучше понять своё отличие относительно тела. То есть, что, ну да, вот у тела есть свои потребности. Эти потребности можно удовлетворять, можно не удовлетворять. Также, допустим, посты контроль над телом повышают. И, в принципе, я очень благодарен тому, что именно так обычаи в нынешней рахманской устроенной, как они устроены, потому что, когда собрания в рахманской традиции, в совете рахманской традиции происходят, они, как правило, происходят несколько дней. Естественно, что там нет ни буфетов, нет ни чего из такого... Кришныцкого. Вообще ничего нет. То есть, если кто-то что-то принёс, он может или с кем-то поделиться, или сам это там съесть и всё. Ну, а если, допустим, за два дня решение не приняли, и заседание длится там три или четыре дня, то всем представителям надо всё равно быть. И, допустим, человек взял пищу на один-два дня, или мог вообще не брать с точки зрения того, что да, всё равно, что с голоду не помру, а тут это уже не два дня, а четыре дня. Больше того, всё это время нужно бодрствовать, потому что нужно принимать активное совещательное участие в процессе обсуждения и так далее. Поэтому это добавляет возможности лучшего контроля своего тела и как бы тренирует этот контроль. Вот помнишь, как на празднество Всебожие Корослав тут извивался просто, что спать, 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 спать. И вот там вот зарылся в угол, а потом сбежал, как тоже начало. Ну, сначала он пытался соительствовать с обогревателем, но я их пару разделял. Ну, с другой стороны, вот если правильно относиться, и хотя бы, допустим, четыре раза в году ночь проводить бодрствование, это тоже увеличивает самоконтроль, увеличивает дальнейшие какие-то возможности. А ведь бывает так, что срочно нужно бодрствовать там не только установленный сейчас среднестатистический отрезок времени, а бывает, что там надо куда-то ездить или что-то такое. Вот в поездках вот этих всяких, что я и в московитяню ездил и так далее и тому подобное, я целую, целый там список можно составлять ситуаций, в которых мне было бы очень тяжело, если бы у меня не было предварительного опыта того, чтобы не спать подряд несколько дней и что-то там даже в полу таком уже зомбо-трубячем состоянии подавать признаки жизни, условно говоря. Более-менее особо. Слава Всевышнему! А если не убежать, а что вам надо покажите? Грибы, они не особо позитивные, лучше, конечно же, какие-то фрукты. Грибы, их негативность в том, что если человек много их ест, если в человеке много энергетических и физических, от них переходит составляющих, то больше вероятности развития грибковых заболеваний. Ну, кармически это не животное, поэтому кармически грибам за это воплощаться не придется. А тут с кармой цикаго. Если не усвідомленное створение, так? Ну, хотя, что, растения совсем не усвідомленные. Ну, растения, они же спят. А рыба и тварины починают трошки. Ну да, то есть смотри, растения, они, это как наши волосы, допустим. Или как какие-то кусочки кожи, которые, да, они имеют, то есть каждая клетка, всё оно живое, но это жизнь в спящем состоянии, которая функционирует только ради и по воле того общего целого организма, частями которого они являются. Растения всех контролирует зеленбог, и у зеленбога есть там вспомогательные боги, которые руководят тем или иным конкретным биологическим видом. А лично каждое растение, оно спит, поэтому растения, там есть эмоции их незафиксированные и так далее, но они спят, они чувствуются, они живые, но они спят. И больше того, если мы едим яблоко, мы же не убиваем яблони, к примеру. Але искры мы забираем собі. А як налагодить про це, щоб забирать найбільш усвідомлені искры, а найбільш неусвідомлені виводи из аргентства? Ну да, это ты уже в Ведах вычитал, да? Это ты уже вычитал в текстах. Да не, в смысле? А, тогда я рад за тебя, що вже самому така ідея возникла. Ну шо, тогда это, во-первых, нужно полностью понимать свою духовну природу, осознавать себя уже не как телом, а как искра, и дальше видеть, насколько каждая искра имеет те или иные свойства. И в принципе, ведь даже в 99 наставлениях там в конце указано, что нужно из тела вывести все искры, которые никак не способны к вознесению. Для этого для начала нужно медитировать, для начала нужно сосредотачиваться, нужно изучить буквицу, нужно изучить руны, нужно изучить стилибарные системы письма, нужно изучить сокращенно рисуночные системы письма, еще много чего интересного. Не переживай, я ще визноситись не забираю. На тексте изучать придется, так что все будет хорошо.